Доброе утро, уважаемые коллеги. У кого как, не знаю, я посмотрел камеры в Санкт-Петербурге, там идет дождь, здесь у нас солнечно, не знаю, что в Москве, но тем не менее, 11 часов, и мы сегодня попробуем разобрать видео, видео левостронной гемиколоктомии. Мы не будем говорить, что, как, где, как, какая это видео. С Арсеном Османовичем обсуждали, каким образом, и с автором видео. Я думаю, что автор представится сам, будет такая возможность. И мы решили разобрать эту операцию и решили для себя, для начала, прежде чем говорить о видео и об инструментах, о том, как мы действуем, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, чрезвычайно важным является последовательность этапов операции, и эта последовательность, она достаточно четко определена, во всяком случае, в той команде, в которой работаю я. Состоит она из нескольких этапов. У меня огромная просьба всех, кто участвует в вебинаре сейчас, вот, может быть, сейчас дадим слово Василию. Василий, подскажите, пожалуйста, еще раз нашим гостям, каким образом можно задать вопрос, каким образом можно выйти в эфир, поспорить, согласиться. Ну, в общем, любая активность, она приветствуется. Василий, расскажете? Конечно, приветствую вас, уважаемые зрители. На нашем вебинаре есть возможность пообщаться с преподавателями, и есть две возможные опции. Вы можете задать свой вопрос во вкладке «Вопросы и ответы» в письменном виде, или если вы хотите вступить в дискуссию или пообсуждать вопрос устно, вы можете нажать кнопку «Поднять руку». Она находится у вас по центру, в нижней части экрана. Мы увидим, что загорелась ваша рука, и дадим вам слово. Спасибо. Так вот, я постараюсь продолжить. Некоторые этапы, они могут показаться странными, а что здесь непонятного, но опыт показывает, что несоблюдение этих этапов мелких, оно потом влияет на качество выполнения операции. Итак, я позволю себе зачитать то, что вы видите на экранах у себя. Первое – это положение на столе. Чрезвычайно важно, поскольку если неправильно ложим пациент на стол, мы покажем чуть позже, если бедра пациента находятся не параллельно туловища, а приподняты, дальше вам это мешает руке и так далее. Поэтому чрезвычайно важно. Правильное положение на столе. Второе, естественно, это расстановка портов. Третье – создание операционного поля. То есть отвести тонкую кишку, отвести большой сальник и создать правильную экспозицию, правильную тракцию, контртракцию. Уже очень важным техническим этапом является выбор места первого рассечения брюшины и поиск правильного слоя. Это может быть очень просто, это может быть очень сложно, но, тем не менее, есть определенные ориентиры, на которые мы обращаем внимание, тогда, когда… Да что ж петук все горит и орит, ну, елка-палка. Вот, рассечением. Дальше мы берем медиалатеральную мобилизацию с выходом на нижнюю брюшечную артерию. Мы не будем сейчас обсуждать, надо ее скалитизировать, не надо, сохранять левую, не сохранять. Мы разбираем конкретное видео, но этот этап есть. Следующий этап – это продолжение медиалатеральной мобилизации и обработка нижней брюшечной вены. Я поставил под вопросом мобилизацию селезеночного изгиба, поскольку, если мы говорим о левосторонней гемиоколоктомии, то в ряде случаев это надо, в ряде случаев не надо, но, тем не менее, он идет как раз за этапом выхода на нижнюю брюшечную вену, там, до обработки, после обработки ее самой. Эту техническую деталь мы обсудим. После этого латеромедиальная мобилизация, пересечение брыжейки ободочной кишки на уровне мыса-крестца, имеется в виду одоральный, ну или, как мы сейчас говорим, упрощенный дистальный край резекции. Следующее – это пересечение брыжейки сигмовидной или нисходящей кишки, которую можно делать интро- или экстракорпорально, здесь есть приверженцы того и другого способов, но, тем не менее, это этап. Удаление препарата и этап формирования анастомоза. Маленькими буковками написано «прочие». Это то, что мы можем обсудить, это через какой доступ удалять препарат, ставить или не ставить дренаж, выполнять или не выполнять декомпрессию кишки, методом установки трансректального дренажа, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все маленькие дистальные вопросы. Поэтому, если позволите, сейчас по договоренности с авторами я покажу вам другое видео. Это видео, это видео, сейчас одну минуту и найду. Это расстановка портов. Начинается. Так, расстановка портов. Пока ты смотришь, я хотел внести такую небольшую оговорку просто по поводу мобилизации левого сгиба при лево-сторонной гимиколоктомии, но понятно, что всегда она делается. Мы просто говорим о том, что на сегодняшнем вебинаре мы не будем обсуждать все виды мобилизации левого сгиба. Это тема отдельного вебинара. А то, что это выполняется всегда, ну, конечно, при лево-сторонной гимиколоктомии это выполняется всегда. Вот, собственно говоря, я сейчас попытаюсь вам показать видео. Это расстановка портов. Сразу хочу сказать, что точки, вот одна и вторая, мы всегда намечаем до операции места, теоретически формируемых стом. Особенно это важно у тучных пациентов. Линии, которые были наведены, это края ребра, на дуги, левая передняя ость, правая верхняя подвздошная кость передняя. При выполнении левосторонней гимиколоктомии 12-миллиметровый рабочий порт хирурга мы ставим в точке антимакбурнея. Некоторые говорят о том, что можно ставить на уровне верхней передней ости, сместившись медиально на два поперечных пальца, но опыт показывает, что так низко порт нет необходимости ставить, иначе вам длинные инструменты не будет хватать тогда, когда вы будете выполнять мобилизацию соединяющей сгиба ободочной кишки. Алексей Михайлович, у меня сразу такой вопрос, комментарий, пояснение. Зависит положение этого порта 12-миллиметрового? Делаете вы ТМИ или левосторонней гимиколоктомии? Да, да, вне всякого сомнения зависит, поскольку если мы планируем выполнять тотальную мезоректомоктомию, то эта точка смещается примерно на 2-4 сантиметра ниже уровня передней верхней ости, поскольку если мы будем ставить в точке антимакбурнея или на уровне передней верхней ости, то при работе на уровне среднего, нижнего полярного отдела прямой кишки наши инструменты будут биться о подвздошные сосуды, подвздошно-поясничную мышцу. В общем, его нужно смещать ниже. Здесь показана расстановка портов на выполнение левосторонней гимиколоктомии. 5-миллиметровый порт рабочий, второй. Да что ж ты будешь делать? Он располагается выше, ну, как говорят, на кулак. На самом деле это все на глаз, естественно, делается. Он располагается выше и чуть медиальнее, чем 12-миллиметровый порт. И 5-миллиметровый порт ассистента, он ставится на уровне оптического порта в левой боковой области живота. Вот, собственно говоря, расстановка портов. Арсен Сманович, вы прокомментируете, вы также ставите или по-другому? Ну, вот я хотел еще по этому порту тоже, который 5-миллиметровый, задать вопрос, зависит его положение от того, какой вы делаете операцию, ТМИ или левосторонний гимиколоктомии? Нет, не зависит. Не зависит. Вы всегда ставите один порт на левую сторону? Или иногда два? Мы всегда ставим один порт. У нас может дополнительно ставиться порт, сейчас я покажу мышкой, может ставиться порт в правой подребренной области. Это в том случае, если нам не удается сделать мобилизацию сединяющей сгиба ободочной кишки из этих трех портов. Он нужен для того, чтобы хирург сместился правой рукой через этот 5-миллиметровый порт, работает левый через этот, для того, чтобы выполнить мобилизацию сединяющей сгиба. И, кроме того, этот порт в очень редких ситуациях может использоваться в тех ситуациях, когда мы оперем тучного пациента, пациентов, у которых имеется долиха сигма, и одним инструментом ассистента, введенным через стандартный порт, не удается отвести кишку. Но это бывает не часто, в нашем, так сказать, ассортименте. Но в таком случае вы исходно полагаете, что этот порт может быть не здесь, а выше или ниже, если вы не уверены, что второй порт вам придется ставить или нет? Или вы сразу знаете, когда вам один порт, когда два порта? В 99% случаев это стандартная расстановка порта, и дополнительных портов нам не требуется. В той ситуации, я повторю, если очень длинная кишка, и нам не удается отвести ее одним ассистентским портом, то мы ее ставим вот здесь, в правом подреберье, вот в такое направление идет движение, отводит тимбомидную кишку, и он же потом используется на мобилизацию с седневающей изгиба, работая из вот этих двух портов. Видите, как интересно. А вот мы ставим всегда, если у нас вот такая проблема, которую вы описали, тучный пациент, слишком длинная кишка, мы ставим два порта с этой стороны, да, именно слева, вот, именно слева, для того, чтобы ассистент с левой стороны растягивал кишку сразу с двумя зажимами. Вот. С левой стороны, имеется в виду вот здесь? Да, вот здесь. Еще вот здесь один? Да, мы просто этот порт ставим уже не на уровне оптического, который вот, когда он один. Понятно, это ниже, это слева. Мы исходно ставим порт повыше немножко, для того, чтобы у нас было место, в случае чего, для второго порта, который пойдет пониже. И у нас примерно симметрично получается в правой стороне, с левой стороны два порта, примерно так. Ну вот видите, а мы обсуждали до вебинара, надо или не надо обсуждать расстановку портов. Оказывается, вот надо. Но я еще раз повторю, что вот по нашей методике 99-98% операций мы делаем вот этими тремя портами. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы, поскольку будем разбирать ваше видео, вы как ставили порты? Не могли бы рассказать? Ну, первый порт мы ставили также над футболом. Извини, что перебил. Представьтесь, пожалуйста, что вы знали. Кто вы, что вы? Хорошо. Дмитрий Хасия, город Тюмень, госпиталь «Мать и дитя». Занимаемся лапароскопической хирургией практически всей брюшной полости. Резекционных операций, холецистоктомии, герниопластики. Что касаемо расстановки портов, мы также первый порт ставим от пупла. И в тех точках, которые вы, Алексей Михайлович, указываете. За основу операции на кишке берем учебные материалы, предоставленные вами. Спасибо. Ну, а мы, собственно говоря, так расставим порты, потому что когда-то нам так сказали «Амжат правые сделать». Меня критикуют и говорят, что вот, там триангуляция неправильная, есть апологеты, вот это классические лапароскопические школы. На что я всегда говорю, что когда оптика была нулевкой, то триангуляция была чрезвычайно важна. Сейчас, когда мы имеем 30-градусную оптику или оптику с изгибаемым концом, триангуляцию можно сделать, даже если мы по одной линии поставим инструмент. Я обратил внимание на некоторую разницу в ваших ответах. Вы показали, что у вас оптика идет ниже пупка и сказали, что вы всегда ставите так. Дмитрий сказал, что они порт поставили над пупком. Вот этот фактор прокомментируйте? На самом деле пупок – это дело такое вариабельное. Иногда есть пациенты, у которых пупок расположен очень низко, очень высоко расположен пупок, поэтому ориентировочно мечевидный отросток и илонная кость делятся на, наверное, три части, и вот две трети остаются сверху, трети остаются снизу. Поэтому иногда мы ставим под пупком в подавляющей большинстве случаев, но если мы видим, что пупок расположен низко, мы можем ставить его, порт можем ставить над пупком. То есть ориентир для вас все-таки это не пупок, а измерение. Измерение. Да, понятно. Хорошо. Дальше вот я хотел бы показать этап постановки порта. Казалось бы, очень простая вещь. Вот обратите внимание, транслюминация, которую мы стараемся использовать в 100% случаев, она позволяет избежать повреждения сосудов. И мы всегда используем местную анестезию. Я не знаю, как она работает, но знаю, что глав, проходящий через толщу брусной стенки, вы можете посмотреть направление порта. Если где-то рядом какие-то сосуды, нижняя пегастральная артерия, вы можете увидеть по игле, найти то направление порта, которое будет для того, чтобы избежать повреждения. А у вас свет наружный операционный выключен в это время? При установке порта, как правило, выключен, но здесь это учебное видео, это специально снимали. И здесь, если выключить верхний свет, то он не будет видно. Но все-таки, по-моему, выключен. Даже на этом видео. Я думаю, что, не знаю, не готов ответить, не помню. И последнее, что я бы хотел показать в этом видео, это положение пациента на операционном столе. Обратите внимание, что бедра находятся параллельно животу. Не стоят вот так, как на гинекологических подставках. Если оставить бедра, особенно правое бедро пациента, направлено кверху, то в дальнейшем при работе на соединеночном изгибе кишки вы локтем будете упираться, будете упираться в это бедро. Поэтому очень важно развести ноги и параллельно, параллельно туловище. Вот, собственно говоря, то, что я хотел показать. Если кто-то готов прокомментировать, то давайте попробуем это сделать. Так. Ну, тогда я сейчас включаюсь непосредственно с видео. Одну секунду. Так, коллеги, значит, у нас мы будем разбирать этапы видео, которые у нас сегодня являются темой вебинара. Так, я сделаю десктоп. Ага, как и говорили. Так, сейчас, я так понимаю, сейчас мой экран. Значит, начало видео, которое называется «Левосторонняя гемоколоктомия». Дмитрий здесь с нами, и, соответственно, какие-то вопросы, которые в процессе будут возникать, мы сразу же имеем возможность их прокомментировать и, соответственно, понять в той или иной ситуации, как это выполнялось, так сказать, и с какими целями, умыслами и так далее, и так далее. Значит, сейчас на этом этапе я включаю, мы смотрим самое начало. Ну, первое, на что обращаем всегда внимание. Положение стола, о котором сказал Алексей Михайлович, в том, что должно быть обязательно положение Тренделинбурга. Вот здесь, соответственно, возникают некоторые сомнения в отношении того, что стол завален действительно в положении Тренделинбурга или, может быть, недостаточного положения, потому что все пятые тонкие кишки в малом тазу. Дмитрий, как вот на самом деле-то было? Ну, это этап видео... Или вот не совсем, не полный угол? Ну, это еще процесс расстановки, укладки. Вот сейчас, когда мы начинаем кишечник закидывать, в этот момент этап поднятия стола происходит. Понятно. И, соответственно, за счет гравитации вам удается сейчас кишки сюда подтянуть. Ну, потом, да. Да, в процессе уже. В процессе. Хорошо. Значит, сразу обращаем внимание, мы на эту тему говорили с Дмитрием, и, соответственно, это очень важно, что зажимы, да, зажимы, которые используются, они являются травмоопасными. И, конечно, для кишки очень рискованно использовать именно такие зажимы, такие грасперы, потому что есть высокий риск десерозирования стенки кишки и перфорации. Значит, очень важно запастись нормальным инструментарием использовать мягкие кишечные зажимы. Обратите, пожалуйста, внимание, что идет тракция также с помощью гармоника. Да, мы это делаем, безусловно, но при этом нежелательно хватать саму кишечную стенку еще раз во избежание ее травмирования. Можно захватывать за брюшину, за висцеральную, за подвески, если вам приходится использовать гармоник с этой целью. Но брать за саму кишку крайне рискованно. И десектор использовать, еще раз, десектор использовать для тракции кишки, конечно, очень опасно. Не стоит этого делать, потому что вы просто можете потом после операции получить осложнение, не заметив это, кстати, во время операции. Вот. Соответственно, вот сейчас идет расстановка, расправление кишки. Я немножко, немножко ускорю видео. Значит, сейчас камера повернулась в сторону поперечной ободочной кишки, идет укладка поперечной ободочной кишки. Ну, по этапам в целом, конечно, все верно. Надо поперечную ободочную кишку также переместить в верхний этаж брюшной полости. это само видео, так немножко с паузой. вот еще раз, все это производится, все это производится травмоопасными инструментами и, конечно, прям бросается в глаза, бросается в глаза. Дальше, соответственно, сейчас у нас пойдет этап расправления сигмовидной кишки. тоже немножко ускоряю, чтобы все лихоэкономии времени. Вот, перемещаемся опять в сторону малого таза. Расправление сигмовидной кишки. Безусловно, очень важный, крайне важный этап в начале операции это вывесить сигмовидную кишку. Вот здесь вот есть указание ассистенту, я так понимаю, типа захватить кишку. Смотрите, какой крокодил страшный захватывает прям за саму кишку. Ну, с Дмитрием мы это обсуждали, в принципе, как бы все это понятно. Эти инструменты, они, конечно, должны быть исключены из рутинной работы. И, соответственно, в этой ситуации идет захват одним зажимом за кишку. Обращаю ваше внимание, коллеги, что натяжения недостаточно в этой ситуации. Его абсолютно недостаточно для того, чтобы определить ориентир, где скрывать брюшину, брюшиный покров именно с медиальной стороны. То есть нет натяжения. Обратите внимание, в малом тазу кишка висит. Вот здесь вот, вы видите, она висит. Собственно говоря, этого быть не должно. Кишка висит в малом тазу не должно. Вот на этом этапе я остановлюсь и покажу то же самое. Такой же этап, но другой операции. Вот вхождение в брюшную полость. Это мужчина, соответственно, с висцеральным ожирением, тоже с длинной кишкой. Кстати, в этом плане эти пациенты похожи, потому что там женщина с удлиненными левыми отделами. Здесь тоже удлиненный левый отдел. Мы, соответственно, укладываем пациента, отодвигаем петли тонких кишок в верхний правый угол в сторону печени. Естественно, кроме того, что пациент в Тренделенбурге, он еще и должен быть завален на правую сторону. Это крайне важно. Видите, открывается нижнепрежечная вена. Это, конечно, в идеале нужно стремиться к тому, чтобы петли тонких кишок ушли в верхнюю правую зону брюшной полости. Не всегда, конечно, это получается, но когда это получается, то вам очень удобно оперировать. Ну и, соответственно, тоже отведение большого сальника в верхнюю брюшную полость. Зажимы, еще раз обращаю внимание, мягкие зажимы, очень деликатные, нетравмоопасные, очень аккуратные зажимы, которые позволяют вам в то же время достаточно прочно захватывать брюшейку кишки или подвески, или при необходимости даже саму стенку кишки. Возвращаемся опять в сторону малого таза, начинаем расправлять брюшейку сигмовидной кишки. Готовимся к обозначению ориентиров для начала операции. Соответственно, кишка достаточно длинная. Учитывая, что длинная кишка, здесь как раз таки вот то, что мы обсуждали с Алексеем Михайловичем в отношении расстановки портов, у этого пациента были установлены два порта с левой стороны для того, чтобы было удобно растягивать вот эту длинную кишку, поскольку бывает такая ситуация, что заваливается проксиман часть сигмы. Обратите, пожалуйста, внимание, захват идет за подвесок. Мягким зажимом за подвесок, не за кишку, именно за подвесок можно обеспечить достаточно сильную тракцию, захватив подвесок на большом протяжении рабочей части зажима. Соответственно, вытягивается прямая кишка из малого таза. Вот здесь нет той лишней петли, которая была у нас в том видео. Значит, вытягивается кишка из малого таза. При правильной тракции обозначается ложбинка в месте перехода париетальной брюшины на мезосигмоид. Обозначается очень хорошая ложбинка и вот подтягивает соответственно брыжейку. Здесь получается таким образом, что прямую кишку тащит ассистент через порт в левой подвздошной области, а хирург левой рукой своей тянет брыжейку и таким образом брыжейка сигмовидной кишки развешивается. То есть нету нависания. Это крайне важный момент. Вот просто к этому надо стремиться во всех 100% случаев. Всегда. Когда делаются эти операции. Обратите внимание, зажим слева это зажим хирурга в левой руке. Растянули в разные стороны, развесили, вытянулась брюшина и в принципе стало понятно, где нужно, куда нужно заходить. Алексей Михайлович, есть у вас какие-то комментарии или вопросы на этом этапе? Я хочу сказать, что вот то, что сейчас показывает Арсен Османович очень похоже на то, что делал МН, но практически идентично. То есть в детали, если позволите, потом свое видео покажу. Но я бы... Дмитрий, скажите, вам понятно? Вот посмотрите, какие отличия в видео этого этапа у Арсена Османовича и у вас. Вы видите, в чем разница? Да, да, согласен, конечно. Но сейчас, конечно, вот это всегда вопрос возникает, где вот это первое рассечение сделать. Да, там буквально один сантиметр и ты можешь уже не в том слою быть и начинается... Сейчас мы вернемся, да, сейчас мы вернемся, Дмитрий, к видео, к вашему видео и как раз таки посмотрим, посмотрим, как это выглядит в той операции. Вот, мы вернулись к вашему видео. Значит, я его включаю. Смотрите, значит, отсутствие натяжения вот здесь вот кишка висит, оно вынуждает вас самого натягивать с противоположной стороны брюшину, хотя такой необходимости в принципе может не быть, если правильно развесить брюшельку кишки. И в данной ситуации вам действительно сложно найти слой. И нам с вами тоже очень сложно найти слой, вот смотря на это видео. Потому что вот здесь вот нет понимания, куда надо идти. Я так гипотетически допускаю, что надо идти ниже. Ниже, ниже, да. Вот сюда надо идти. У Алексея Михайловича есть комментарий. Не комментарий, а вопрос. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы когда начали рассекать брюшину, что было для вас ориентиром? Где начать? Ну, визуально мне казалось, что как раз здесь переход этих двух слоев, в которые мы должны попасть, чтобы идти уже мезосигмой. Примерно вот так глазом вам показалось, что где-то вот здесь. Да, да, да. Вот это вот. Те ниточки белые, о которых мы всегда говорим. Тут есть очень важный момент, Дмитрий. Соответственно, когда вот вы рассекли брюшину, абсолютно согласен, не всегда бывает сразу очевидно, куда вы идете. Вы рассекли брюшину. Если вы не видите, не понимаете слоевы или нет, сместитесь глубже в таз, сместитесь в зону перед промонториумом. Там, как правило, это зона фиксации, там костные структуры и там легче бывает найти слой. Ориентировочно примерно так. Это на уровне промонториума где-то на 2 см впереди от него. Промонториум это костная структура, она в принципе видна, вы можете ее кончиком инструмента пощупать. На 2 см кпереди, вот примерно вот сюда бы, если бы вот я стрелочкой показывала, пились бы. И, ну, конечно, хорошая тракция, соответственно, там проще найти слой, поскольку там пространство больше, вот, и там всегда проще найти слой. И тогда уже оттуда вы будете исходить, уже идти вверх и вниз. Алексей Михайлович, прокомментируйте. Ну, если позвольте, тогда сейчас включу, наверное, свое видео, да, этого этапа? Как считаете? Давайте, если у вас есть, прямо сейчас нарезка, конечно, включайте. Это очень интересно будет смотреть, поскольку все эти вещи, они... Надо, чтобы выключили это видео, иначе я не смогу. Сейчас я выключаю. демонстрацию экрана. Одну секунду. Так, а что это у меня демонстрация экрана не идет? Сейчас, ребят. Так, демонстрация экрана. Вот наш этап этого видео. А что это у меня ускакало? Я не остановил, извините. Так, я должен выйти на минуту 40. Минута 40. Вот, минута 40. Что происходит? Почему? Видео стоит. Ну, оно, наверное, просто дозревает, когда резко перекручиваешь. Вот я к чему говорю. Вот экспозиция, да? Мы перевели в Тренденбург, мы практически ничего не делаем. Но при хорошей релаксации, при правильном положении Тренденбурга, кишка, как правило, сама уходит из малого таза. И вот здесь, до поворота на правый фланг, мы тратим иногда довольно много времени, чтобы отвести полностью большой сальник в подпеченочное пространство. Ориентиром для нас, что мы правильно отвели сальник, и он больше нам мешать не будет, это появление стенки поперечной ободочной кишки. Вот такими перекладывающими движениями мы многократно, не без большой амплитуды, мы многократно перекладываем сальник над ободочной кишки. Это очень важно, поскольку, если здесь сэкономить время и не отвести большой сальник, особенно у пациентов с ожирением, этот сальник потом будет вам мешать. То есть, надо убедиться в том, что сальник надежно ушел. Потратьте на это 10 минут, потратите на это 20 минут, но отведите его с тем, чтобы увидеть поперечную ободочную кишку. После этого просите анестезиологов повернуть пациента на правый бок. И вот очень важно не хватать инструментом, пусть даже мягким, кишку. Мы ее как бы перекладываем, вводим инструмент под брыжейку и такими перекладывающими движениями отводим ее влево, точнее вправо. Если релаксация хорошая, то в 100% случаев это удается сделать. И вот при правильном положении Тренделенбурга, дальше я показываю один в день то, что показывал Арсен Османович. Тонкой кишки в тазу нет, сальников в тазу нет, есть кишка, она может быть длинная, она может быть короткая, это уже не принципиально. Тренделенбург позволяет отвести вверх, в том числе и дополнительную петлю. Надо вытащить кишку из таза, я повторяю, один в один на Арсен Османович. И хватаем, мы просим ассистента взять не за кишку, а взять на всю толщу инструмента за брыжейку, за подвесок, неважно, за что взять, главное, не за стенку кишки и главное, чтобы это движение обеспечило тракцию. Вот этот инструмент, это инструмент хирурга. И вот мы получаем ту самую исходную зону, где мы должны входить в первый раз. Переходная складка брюшины и первый уход в брюшину. Я сейчас остановлюсь, поскольку это следующий этап, но я хочу сказать, что несмотря на то, что это было здесь достаточно быстро, вот на мой взгляд, это очень похоже на то, что показывал Арсен Османович, поскольку лучше потратить дополнительное время на правильное положение больного на столе, отведение сальника, отведение тонкой кишки, доставание, если в русском языке такое слово есть, из таза, именно прямой кишки, натянуть тоже прямую кишку из таза. Для вас ориентиром первого хода, это следующий этап, мы чуть позже поговорим, является переходная складка. Поскольку, если вы не видите переходную складку, то угадать с попаданием на самом деле довольно сложно. Ну вот, чтобы долго не рассусоливать, я сказал свое. Дмитрий, вопрос к вам. Вот Арсен Османович показал, я показал. Понятно это? Стало понятно или непонятно, или надо что-то еще показать? Нет, это понятно, да, когда анатомия пациента вот такая, какая показывается. вы хотите мое видео. Никаких проблем. Вы хотите другую анатомию, я вам сейчас покажу другую анатомию. Вот. Там исходно у нас была сложность, да, что брыжейка очень длинная. И то, что мы даже за кишку взяли, это уже мы заметили, уже когда, да, повторно пересматриваешь свое видео, да, естественно, специально мы не пытаемся этого делать. Но вот здесь вот так вот и свои ошибки видятся, когда ты видео пересматриваешь. Конечно, это грубое нарушение техники. Гибли, услышав вашу анатомию, я специально, у меня есть такое видео, которое называется подсигма. Жирная сигма мужчины. Вот тучный пациент с большим количеством сальника, все те же самые этапы. Огромное количество тонкой кишки, все заполнено жиром, длинная кишка, вот вам трудная экспозиция. Она занимает, естественно, больше времени. Но посмотрите на то, как мы делаем. Все один в один то же самое. Просто дольше времени занимается. Не хватаем за кишку, не хватаем за кишку, перекладываем. 20 движений нужно, значит, 20 движений сделать. Я могу вам сейчас показать, у меня есть Slim Video, Slim Sigma, где одним движением кишка киливает. Но здесь важно не то, сколько вы движений сделаете, а важно, что вы должны увидеть. Вы должны добиться отведения кишки, визуализации проекции нижней брюшеничной вены, и все время анестезиологов. Не щадите их, это наши лучшие друзья. Все время говорите, нужна релаксация. Если нет релаксации у точно больного, это сделать чрезвычайно сложно. Отвели, потратили время, идем в таз, жирная кишка, ничего не видно, боремся с ней, опухоль довольно большая. Это займет немножко больше времени, чем на том на видео, но обратите внимание, опять все то же самое, достали прямую кишку из таза, показали ассистенту место, которое вы нащупали своей правой рукой, которое, как вам кажется, обеспечит тракцию. Опять захват за брыжейку, не за кишку, оттянули, да, мы сейчас помоем камеру, и что еще важно, работа камерамена. Вот если он смотрит световодом кверху, на этом этапе он должен световод сместить на 3 часа, чтобы вид был как бы сбоку. Направо, да. Да, чтобы он смотрел как бы с вашей стороны, и тогда вам будет очень хорошо видно, очень хорошо видно. Видите? Направо он повернул, хирург левой рукой, вот это левой, растянул, и вот там та же самая картинка. Вы видите? Да. Вы видите точно так же. Хотя это тучный пациент, сложное, не так-то просто поставить. У меня есть еще видео очень сложное, но что для экономии времени, надо будет, покажу. Вопрос в том, что независимо ни от чего нужно обязательно развесить кишку. Вы сразу облегчите себе состояние, ситуацию? Потому что пациенты бывают разные. Мы говорим, мы все мечтаем о худых пациентах, но у худых пациентов, предположим, слои слипчивые, то есть везде есть слои слипчевые. Поэтому это крайне важный момент для начала операции. Если мы сразу этого не сделали, потом начинается мучение. Давайте вернемся к вашему видео. Не посчитайте меня нудным, но я еще раз повторю, что Арсен Сманович наверняка со мной здесь согласится, что вот этот этап, казалось бы, он подготовительный, мы еще не начали работать, еще ничего не начали делать. Но если вы на нем сэкономите время и правильно не развесите, дальше операция пойдет не так, как вам хотелось бы. Потратьте на это 10 минут, 20 минут, потратьте на это полчаса, но сделайте себе хорошую резонизацию, и вам дальше будет очень легко. Арсен Сманович. Согласен с вами. Да, абсолютно верно. Но мы сейчас пропустим определенный этап, потому что сложности действительно с поиском слоев, сложности подкарабливает, вы видите, тут действительно это все так тяжеловато происходит. Салфеточка используется для гемостаза. Ну вот, например, проскочим сразу к 16 минуте. здесь появилась нижнебрыжевичная артерия, идет, соответственно, обработка сосуда, отсутствие тракции еще раз. Сюда артерия наверх не подтягивается. Зажим где-то сверху, соответственно, кишка где-то там далеко, тракции на этом уровне нет совершенно, поэтому тяжело работать. Ощущение, что хирург работает один, сам с собой, и никто ему не помогает. И вот сейчас тоже идет попытка выделения сосудов. Соответственно, вот зажим, который держит сейчас Дмитрий, он, по сути дела, подменяет работу ассистента. То есть ассистент должен тянуть... Я хочу сказать, что это должен ассистент делать, чтобы у хирурга был в руки, чтобы у него были две руки. Да, должен делать ассистент, хирург. Вот сейчас вы теоретически сделали правильно, вы сейчас подвели зажим под нижнюю приженщенную артерию, но при этом у вас камера смотрит сверху. Понимаете? То есть как только вы подвели зажим под нижнюю приженщенную артерию, камера переворачивается, вы видите хорошо горизонтальную плоскость, и вы начинаете работать движением гармоника сверху вниз и в горизонтальном направлении справа налево. У вас в данной ситуации вы прошли прямо насквозь через брыжейку под сосудом, а брыжейка так же, как и лежала, так она и продолжает лежать. Работаете опять-таки один, сам собой, то есть вот помощи здесь от ассистента нет никакого, а это крайне важно. И камера смотрит опять-таки сверху, поэтому в этой ситуации тяжело, конечно, отрабатывать сосуд. Алексей Михайлович. Да, я полностью согласен и нет тракции, вы пытаетесь выйти на сосуд до того, как вы нашли эмбриональный слой. Ведь слоя, по сути, еще нет, а вы уже вышли на эмбриональный слой. Это говорит о том, что в самом начале, что я говорил, надо наблюдать методологию. Первый уход под брыжину, медиалатеральная мобилизация. Сначала, потом артерия. Ну, Арсен Сманович, может быть, тогда прокомментируешь, там свое покажешь, а дальше я покажу, на что я ориентируюсь. Да, да, сейчас я включу тоже. Пока Арсен Сманович видео включает, Дмитрий, у вас есть какие-то вопросы, может быть, дополнительные? Да нет, все понятно. Ну, стараемся и справляемся с каждым разом. С инструментами вопрос решили. Здесь вопрос в чем? Не в том, чтобы показать ошибки, ошибки наверняка вы сами ведите, а чтобы вам стало понятно, как их избежать. Добейтесь от нас этого, задавайте хоть 300 вопросов, но добейтесь, говорите, что слишком удобный больной, и я, Арсен Сманович, позже найдем вам неудобного. Хорошо, так больше не буду говорить. Мы найдем. Должно быть все понятно, понимаете, тут сложные кейсы бывают, да, но все эти сложные кейсы, они преодолеваются благодаря методологии. Тем более, что у вас пациентка-то, в общем-то, удобная, она худая, там, анатомия хорошо видна, поэтому здесь важна методология. Вот тот же самый этап, который мы смотрели в вашей операции, как вам тяжело было одному работать. Смотрите, вот здесь зажим в левой руке моей, он подтягивает брюшину с левой стороны, но в то же время, видите, как хорошо натянута брюшейка. Там тоже, да. Наша цель, наша с вами задача выйти под нижнюю брюшечную артерию, то есть настолько хорошо натягивает ассистент, что я даже левый зажим особенно-то не использую. Вот она, нижняя брюшечная артерия, мы ее визуализировали. Наша задача выйти именно под нее, вы должны четко понимать, как бы видеть, что да, вот эта структура анатомическая, тогда вам сразу становится проще, вы понимаете, что вы в нужном слое работаете, видите, камера переворачивается сверху вниз, соответственно, идет взгляд уже сбоку, снизу, тут практически, по-моему, на 180 градусов. На 180, да, один градус? Да, практически. То есть сначала идет боковая позиция, как сказал Алексей Михайлович, с трех часов, а потом, соответственно, когда вы заходите под артерию, то камера перекручивается уже практически полностью, и она вот... Знаете, вот совет, Дмитрий, вот представьте, что смотрит не камера, а вы пытаетесь заглянуть сами. Как бы вы смотрели? Откуда бы вы смотрели глазами? Не в камеру, а глазами, вот на этот этап. Ну, снизу вверх. Да, 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 да. Так надо камеру направить снизу вверх? Если вам удобнее заглянуть справа, ну, так хобот поверните на три часа и будет справа. Вам удобнее повернуть слева, ну, так хобот, ну, хобот это световод, направьте его влево, и у вас будет вид туда. Поэтому очень много зависит от того, как работает камерамэн и как вы с ним сработаны. Я вот буду показывать свое видео, я обращу ваше внимание, как отрабатывает камера, как она постоянно, вот эта тридцатка постоянно плавает. Но если ей работать быстро, то у вас голова будет кружиться. Поэтому заставьте работать медленно, но показывать вам с той стороны, чтобы вам было удобно. Пасанс, извини. Давайте я прерываюсь, включай. Тогда я вот сейчас включаю, значит, демонстрацию экрана, и мы возвращаемся к нашему виду, это первый вход. Чуть-чуть смотаю назад, чтобы понять ориентир, откуда мы начинаем. Вот мы вывесились, да, вот появились вот эти вот, как вы говорили, волоски, да, не волоски, но они всегда видны. Я предпочитаю здесь работать с монополяром. Для чего? Наша первая задача, даже остановлюсь сейчас, первая задача не рассечь, а сделать дырку. Сделать дырку. Допустить газ. Да, пустить газ. И как только этот газ пойдет, вам нужно идти по верхнему краю газа. Это ваш ориентир, поскольку газовая припоровка, газ идет по слоям, он не может идти через жир, он не может через пасту пойти. И вот здесь вам нужно, вот переходная складка, видите, вы на нее ориентируетесь очень легко. И дальше, дальше вам нужно найти так называемую сосиску в оболочке, как образно, по-моему, кто-то Владимир Цирков это сказал, ну или я придумал, не помню уже, по-моему, и Цирков. Сосиска – это верхняя прямокрещечная артерия, покрытая фасцией. И обратите внимание, я стараюсь работать монополяром все время, видя, все время вот эти волоски, волоски ангела, да, как Гилл Хилл называл, чтобы я все время видел кончик крючка. Сейчас я работаю лопаткой, поскольку лопатка позволяет делать вот эти тракции, крючок цепляется. Вот обратите внимание, я опять сейчас остановлю, посмотрите, тракция уже создана, тракция создана, моя левая рука, она какие-то мелкие детали делает, а смотрите, как натянута брыжейка, это делает ассистент. И вот смотрите, я чуть-чуть назад опять вернусь, вот мы работаем крючком, я вижу хорошо кончик крючка, я вижу, где пересекать. Как только я увижу, что крючок становится небезопасен, то есть я не вижу его кончика, либо я не очень понимаю правильность, я тут же меняю на биполяр. Ну, ультразвук не является биполяром, но на более безопасный метод рассечения. И вот этот следующий этап, после того, как мы нашли сосиску, вот эта, вот она, видите, проглядывает. Мы визуализировали артерию, мы ее нашли. Если вам позволяет маниполяр безопасно работать дальше, работайте. Если нет, берем гармоник, левой рукой дополнительную тракцию, а гармоником мы делаем, я это называю этапом упрашивания. Мы упрашиваем ткани растянуться, не рвем их, а маленькими движениями, низкоплитудными движениями, буквально по 2-3 мм, мы как бы просим ткани раздвинуться. Вот я стараюсь показать, что медленно работает. Я не просите внимание, как смотрит камера. Она не смотрит прямо, она смотрит как бы с этой стороны. То есть хобот сейчас повернут на 3 часа. И чем дальше я буду продвигаться на этапе медиалатеральной мобилизации, чем глубже я буду уходить под брыжейку, тем больше ассистент поворачивает камеру, тем, чтобы смотреть снизу вверх. мы должны все время видеть сосиску в оболочке. И не сечем. Мы подсекаем только какие-то фибры, которые не растягиваются. Все остальное это тракция. Смотрите, какие движения. низкомплитудные, низкомплитудные. Не надо пытаться одним движением сразу все разбвинуть. Медленно, медленно. И смотрите, опять тракция, контртракция. Тракция, контртракция. Не хватает тракции, которую создает ассистент, значит труб дополнительная тракцию обеспечивает. Нигде не идет рассечения тканей, которые бы висели. Они все время, эти ткани все время натянуты, все время натянуты. И вот таким образом мы рассекаем пришину. поэтапно, все время контролируя рабочую браншу, инструменты. Подчеркну, может быть, не столь важно монополяром работать или биполяром. Но это важно. И вот на том этапе, когда мы сделали медиалатеральную мобилизацию и дальше безопасно идти не можем, мы не понимаем, где артерия, мы ее не видим. На этом этапе мы останавливаемся, укладываем салфетку в то место, где мы закончили медиалатеральную мобилизацию с легким давлением кверху. И эту салфетку оставляем. Вот на этом этапе я видео остановил. Понятно или нет, как входить, как двигаться и какой ориентир, где остановиться, куда дальше идти? Да, Алексей Михайлович, все понятно, очень хорошо. Хорошо, тогда возвращаемся. Возвращаемся, да, к видео Дмитрия. Возвращаемся к видео Дмитрия. Так. Так, 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 я подглядываю, так сказать, в свои записки. Значит, двигаемся к 33-й минуте. 33-й минуте. Здесь, соответственно, обработка сосуда идет, подготовка его к наложению клипсы. Ну вот, вот давайте вот здесь вот. Обработка сосуда, и на этом этапе Дмитрий уже для себя как бы решил, что да, можно положить клипсу. Хорошая клипса? Думал, что хватит. А? Думал, что хватит, но... А сколько длина клипсы, размер ее? Это... Так, это 5-миллиметровая. 5-миллиметровая? Ну, тогда достаточно маленькая. Просто так, визуально кажется, что больше. Обратите внимание, вот как вам сложно. Вы сами видите, как вам сложно. У вас два конца сосуда. Вы сейчас за левую ободочную подтягиваете, но сосуд не вытягивается. Опять-таки, ассистент не тянет, вы работаете в одиночку. И, соответственно, за счет самого инструмента, клип-аппликатора, вам приходится вытягивать сосуды для того, чтобы наложить клипсу. Так быть на самом деле не должно, потому что это очень неудобно. То есть у вас сосуд, в принципе, он натянут за счет того, что ассистент тянет, и вы помогаете. И вы уже клип-аппликатор кладете непосредственно на натянутый сосуд. А здесь вам приходилось преодолевать сопротивление и использовать в качестве рычага клип-аппликатор. И, конечно, хорошо, что клипса такая. Она с защелкиванием, с таким методизмом защелкивания. Вы ее кинули, защелкнули, и вроде как какая-то уверенность появилась, что там все должно быть хорошо. Но при этом она не захватила всю ту сторону, которую вы считаете за сосуд. Такое ощущение, что здесь вот есть еще вена. Может быть, это левая ободочная, мне сложно сказать. А может быть, это просто жир. Но мы потом дальше я разделю их и отдельно клипсом. И на этом этапе, да, сложно, да, получается, вторую клипсу положить вот сейчас. И первая клипса не сохватила. Поэтому совершенно логично на этом этапе принимаете решение все-таки домобилизовать. Ну, то есть, как бы речь идет о том, что опять-таки все эти сложности идут от отсутствия тракции и контратракции. Вам не удалось сразу отмобилизовать сосуд, так как вы его хотели. Но в то же время положить клипсу тоже не удалось, поскольку сосуд оказался необработан. Вот мы немножко сейчас проскочим. Дальше идет этап отработки сосуда. Тоже обращаю внимание. Горячая бранша, она работает к сосудистой стенке. Гармоника. Ну, несколько опасный прием, потому что латеральный ожог, он все-таки может привести к перфорации сосуда. У меня даже есть собственное black video, но это на другой артерии, я его показывал неоднократно. Именно работа гармоником, горячей браншей к сосуду, она в этом плане, конечно, несколько рискованна. Надо всегда очень четко понимать. Если вы работаете горячей браншей, иногда это приходится делать, то тогда степень тракции экспозиции должна вами контролироваться, чтобы вы не обожгли сосуд. Все-таки там захваты идти более мелкие и так далее. Вот. Ну, соответственно, я немножко сейчас ускорюсь, чтобы этот момент мы уже могли весь проговорить. Идет вот опять без тракции идет работа. Смотрим. Левый зажим у вас он тянет в противоположный конец. Собственно, не очень вам это помогает. А сам сосуд, он просто лежит. Он просто лежит. Опять-таки, в этой ситуации если бы ассистент захватил, даже уже можно было бы даже захватить сам сосуд и подтянуть его. Обычно захватывается брыжейка в области сосуда и оттягивается наверх. У вас появляется пространство между аортой и самой нижней брыжейчной артерии. И там вы уже манипулируете. Вот здесь вот просто видно, как вам колоссально сложно работать в этой ситуации. Вы вытягиваете сверху, соответственно, хотите найти верхний край сосуда и, соответственно, его обработать. Сейчас вот мы чуть-чуть дальше еще пройдем. Вот сосуд, собственно говоря, уже виден. Вот он здесь уже виден. Вот если я не ошибаюсь, вот эта вот структура, это и снижняя брыжейчная артерия. Здесь немножко такая пауза, это в самом видео. Сейчас мы... Пауза, я тут в поиске поздороваюсь. Привет. Сейчас мы пройдем. Вот, опять выделение сосуда, горячие бранши к инструменту. Рискованный шаг. Можно травмировать, конечно, рискованный. Если у вас есть возможность развернуть бранши, горячую браншу можно использовать в качестве механического средства, как в качестве диссектора. Там для себя как-то немножко выделить. Но в момент пересечения лучше перевернуть гармоник и расположить уже холодные бранши к сосудистой стенке. Это такой важный практический момент. Дальше немножко ускоримся на момент расположения клипсы. Дмитрий, может, у вас есть какие-то вопросы, комментарии? Ну, тут трудно комментировать, когда ты видишь то, как не надо делать. на самом деле это все как бы вы все сделали, в итоге-то как бы все хорошо, но вопрос, с какими сложностями вам приходилось сталкиваться, преодолевать их и потом любая из этих сложностей она могла бы потенциально привести к последствиям. Можно покажем, как можно было бы сейчас покажем, да, я просто сейчас до момента пересечения, чтобы уже завершить этот этап, потому что сейчас здесь будет установка клипсы, еще, тут тоже важный момент, надо обратить на это внимание. Соответственно, вот у нас скелетизация сосуда, вот, и сейчас будет установка максимальной клипса. Здесь вот вы металлическую клипсу выбрали, а почему так у вас выбор такой, там пластиковый? Ну, здесь, что, наверняка, чтобы длины клипсы хватило, мы ее уже взяли. А, то есть эта клипса, она подлиннее, чем та, вам вот так вот? Подлиннее, да, да, подлиннее. Понятно. Ну, вот, на что я обратил внимание, я думаю, и Алексей Михайлович тоже, что здесь одна клипса. Мы никогда не кладем одну клипсу на нижнюю безжечьную артерию. Ну, понятно, что клипсы сейчас надежные, металл хороший, но все-таки это вот как-то спокойнее, когда две клипсы. Но если уже одну положили, то двойные клипсы есть такие. Вот. 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 И, соответственно, поэтому этот момент, он тоже крайне такой важный. Вот. Дальше, соответственно, дальше, вот сейчас мы, чтобы этот этап весь разобрать. Вы пересекли. Следующий этап после того, как пересекли, это, как правило, захват сосуда культи нижней брыжейной артерии ассистентом. Ассистентом. То есть, ассистент захватывает культи нижней брыжейной артерии. В данной ситуации ее захватываете вы. И, ну, по сути, начинайте, как бы, правильные движения вы, там, медиалаторальную мобилизацию хотите сделать, но у вас нету тракции еще раз. Если бы культи нижней брыжейной артерии держал ассистент, а вы бы растягивали брыжейку, тогда у вас была бы тракция и вы могли бы заходить в медиаторию. Но у вас, опять-таки, работа в одиночку. Вы сами там тянете и сами здесь пересекаете. Ну, вот на этом, наверное, этот этап мы завершим. я сейчас покажу видео, тоже нарезку, который к этому моменту у меня есть, и потом мы попросим Алексей Михайловича тоже обязательно показать. Так, 3136, 3136, 3136, вот примерно так. Соответственно, тоже этап обработки сосуда нижней брыжейной артерии. Да. Салфетка, о которой мы говорили, Алексей Михайлович показывал у себя. Очень удобная штука вообще при выполнении операции. Очень удобно. Вы видите, у меня там салфетка стоит под нижней брыжейной веной уже. Вот. И вот салфетка с этой стороны. Она помогает вам, во-первых, отодвинуть ткани, потом создавать тракцию. Вы можете с помощью салфетки мягко приподнимать брыжейку, чтобы ее тоже не травмировать. И очень хорошо определять границы мобилизации. Заложили салфетку, ассистенты тянут, кишка немножко сверху сама нависает, но это не играет роль, потому что брыжейка сама. Начинаем работать, делаем то же самое, что делали вы. Вот. Работаем аккуратно. Смотрите, вот какой момент. Я тоже здесь горячую браншу приставил, но я в момент, во-первых, захватил очень мало ткани, а во-вторых, в момент пересечения я разворачиваю гармоник, чтобы он не повредит стенку. И эти движения, они очень такие коротенькие, быстрые, с захватом малого количества тканей. Понимаете, Дмитрий, здесь такой важный момент, чтобы вы не успели ничего повредить и очень так быстренько пересекли кончиками бранши. Соответственно, и вот здесь у меня все время идет захват обратный, то есть холодный бранши к сосуду обратный по возможности. Конечно, этой бранши тяжелее делать диссекцию, работа использует в качестве диссектор, но зато безопасней. И если уже горячая бранша где-то рядом, то она обязательно коротко очень работает и потом она разворачивается. Вот смотрите, выделяется сосуд, тоже горячая бранша, разворот идет гармоника. Мы разворачиваем, а потом только его включаем. То есть отодвигаем от стенки сосуда. Вот этот момент, чтобы безопаснее это было, сразу же обеспечиваете. Очень интересно. Вот этот разворот гармоника, Дима, это такая вещь практическая на самом деле, потому что горячая бранша работает реально очень удобно диссекцию сосуда проводить. Но пересекать опасно. Сам столкнулся с этим, знаю, что да, это проблема, латеральный ожог. А дальше уже, когда сосуд сам выделен, там дальше ничего нету. Вот в этих тканях ничего нету. Там, в принципе, уже опасаться нечего. Можно просто смело взять это и пересечь, сейчас я немножко ускорю, взять это и просто пересечь гармоником и, в общем-то, идти дальше. Соответственно, накладываем клипсы. Как и говорили, две клипсы, максимально одна клипса. Правильно? Когда двойная клипса, соответственно, я использую однократное наложение двойного клипса и как-то тоже вроде как считается, что это безопасно. Вот, во всяком случае, не было ни одного кейса, чтобы клипса слетела двойная. Дальше пересекаем. Я сейчас тоже уже вот этот этап завершу, но я просто хочу его до того момента тоже довести, где мы ваши... Алексей Михайлович, а у вас какие-то комментарии есть на текущем этапе? Ну, мы делаем почти одинаково с Русланом Смановичем, просто он не показал этап вхождения под Вену, а он его уже был выполнен. Но хочу сказать, что мы очень похожи делаем с Русланом Смановичем, ориентиры примерно те же. Там какие-то свои детали я покажу, если Дмитрий они будут нужны. Важно, если Дмитрий все понял и на этом видео, то как бы больше ничего не понял. Ну вот, вхождение под артерию технически оно проще, а вот под Вену, конечно, честно сказать, сложнее вхождение. Сейчас все покажу. Угу. Вот. Артерия, она более плотная структура, Вена очень хрупкая и с ней... На этот счет, сейчас я думаю, что мы развеем ваши, так сказать, опасения с Алексеем Михайловичем. Подхождение. Вену, вроде, нравится, как говорит, амжат порвались. Он говорит, что Вена, нижняя прижечь, она говорит, как жена. Проблем с ней, как правило, не бывает, но если бывает, то серьезно. Смотрите, обратите внимание... Вену гораздо сложнее останавливать, чем Артерия. Артерия бьет себе и бьет, как бы, ты можешь культю уйти. Не на если вы подседаете. Коллеги, чтобы завершить этот этап, значит, смотрите, вот культя выделено и, соответственно, следующий этап, это мы просим ассистента... Ассистента взять за культю, да? За культю, собственно говоря, что и здесь тоже делаем. Вот, конечно, нависает там брыжейка, вот, есть какие-то моменты, но, тем не менее, тем не менее, заходит, захватывает, подтягивает. Все. И вот дальше вам все открывается. У вас есть... Но это когда у вас два инструмента слева стоят, да? Или у вас всегда два инструмента слева выручаются? Нет, нет. Это просто в этом конкретном случае было два инструмента. В этом конкретном случае. Да. Так мы делаем, как Алексей Михайлович делает, потому что 1-100% бывает достаточно. И они... Когда захватывается культя, обеспечивается очень хорошая тракция. Второй инструмент, вы видите, он используется для тоже натягивания, но здесь это дойдет через салфетку. Вот таким вот образом. Если вам будет интересный этап, я когда-то салфетку салфетку, а потом я могу поставить видео у этого тучного пациента, где мы без использования дополнительных инструментов, я просто покажу, как мы ищем место, не быстро, но как мы ищем место, где должен ассистент захватить кишку так, чтобы тракция была. У жирного, у не у жирного, неважно. Мы тратим время, но в итоге мы все равно получаем ту экспозицию, которая нам нужна. Тогда давайте, наверное, я включу видео выхода под артерию, да? Это вот то, где мы закончили в прошлый раз. Мы двигались в виде латерально, примерно до артерии, установили за артерию салфеточку, и вот дальше мы идем к вене. Вот вы говорите, сложно, а на мой взгляд, это один из самых простых в этапах операции. Захватили, и дальше у нас идет тот же самый этап упрашивания. За это время, после того, как вы рассекли брюшину, газ уже попал между слоями, он уже там, видите, уже вон он нам подсказывает, где нужно нам делать движение упрашивающее, приподняли левой рукой, обратите внимание на камеру, как отрабатывает камера. Вот сейчас хобот на 9 часов. На 9. Да, сейчас он повернут на 9, потому что мы должны смотреть как бы вот с этой стороны. Все. И дальше у нас с одной стороны салфетка, с другой стороны тот слой, и вот в этой зоне, в этой зоне у нас есть артерия. Мы четко видим, что сзади мы выйти глубже не можем, там салфетка мешает. А здесь, вот посмотрите, обратите внимание не столько на мои движения, сколько как камера работает. Видите, мы продвинули салфетку, мы увидели ее с этой стороны. камера сейчас смотрит на 9 часов, а нас смотрит как бы с этой стороны, вот отсюда она смотрит. Продвинули салфеточку. Что мы имеем? Мы имеем салфетку с одной стороны от артерии, да, вот она, с другой стороны, и дальше камера, вот сейчас она на 3 часа смотрит, и смотрите, что у нас получается. У нас получается блок тканей, сзади салфетка, снизу фасция, а вот здесь, здесь только нижнебрыжающая артерия, больше ничего. И мы абсолютно спокойно выходим на эту нижнебрыжающую артерию, ничего не боясь. Вот она артерия. Дальше ее можно скелетизировать, не скелетизировать, искать левую браншу, не искать левую браншу, но, собственно говоря, вот здесь можно, здесь уже можно вешать лица. Мало того, еще на вот этом этапе, еще на вот этом этапе, если по каким-то причинам, ну, в силу каких-то причин, вы не можете здесь выделить артерию, заводите браншу аппарата и абсолютно безопасно степлером здесь пересечете. Поскольку салфетка закрывает слой, она лежит на фасции, под которой расположены мочеточник и гонадные сосуды, аорту вы видите и так, там ничего больше быть не может. Абсолютно безопасно. Это выход на артерию. Мы выход на артерию осуществляем всегда, всегда вот таким образом. И после того уже, как артерия, ой-ой-ой, сейчас, после того, как артерия пересечена, мы начинаем продолжать мобилизацию. Вот то, о чем говорил Арсен Анатольевич, обратите внимание, натянута брыжейка и без моей руки она натянута, потому что ассистент там тянет. Видите? Ассистент тянет. А я занимаюсь упрашиванием. Вот этими мелкими движениями и обратите внимание, не хватает тракции? Вот не хватает тракции. Значит, я сейчас пущу левую руку, подведу ее глубже, открытые бранши, инструменты для того, чтобы увеличить площадь, чтобы не рвать брыжейку, я эту тракцию себе создам. Вот сейчас, там какое-то время, вот не хватает. Раз, видите, инструмент, посмотрел, где поджелудшая железа, это уже вход на поджелудшую железу. Я пытаюсь увидеть, где мы должны выйти на мобилизацию с телом-то изгиба. Если, мы продолжаем медиалатеральную мобилизацию. И вот сейчас я, с вашего позволения, этот видео остановлю и попробую найти. Я не готовил специально вот этот самый видео, но вот у меня есть тучный пациент, я сейчас очень быстро найду этап, где мы перехватываемся, где мы ищем место. Одну секунду, сейчас я включу демонстрацию экрана. Вот у жирного вход. Смотрите, какой непростой вход под артерию. Это у тучного пациента. Видите, я жду газа, а газа нет. Но тем не менее, маленькими порциями, маленькими порциями идем и все время ждем, когда появится газ. Мы ищем этот слой. И опять, переходная складка. Ориентир для нас переходная складка. Опять, растянули, посмотрели, нет газа, маленькими порциями, буквально по миллиметру. Вот это захватывание и подергивание, это не трясущиеся после перепоя руки. Это подтягивание брюшины, чтобы помочь газу пойти. Не видим? Видите, нет газа. Не подсказывает он нам, куда. Брюшин рассек на пару сантиметров. Не понимаю, куда дальше идти. Видите, посмотрел, не вижу газа. И опять, по миллиметрику, по миллиметрику возвращаюсь и иду оттуда, где я еще этот газ вижу и пытаюсь соединить. Но это не совсем тот этап, который я хотел показать. Я сейчас промотаю до этапа, когда мы столкнулись с тем, что нам мешает, очень мешает отведению кишка. Она длинная, она тучная. У нас один инструмент. Сейчас я найду это. Этап упрашивания идет. Сложности бывают пациентов, когда идешь в сторону вены. Вот там это на самом деле всегда проблема в тонкие кишки. Жир нависает. Нам надо бы взять брыжейку, но брыжейку взять не получается. Сейчас. Вот чуть-чуть назад. Вот наши попытки. Вот идем. Я вижу, что вот здесь наверху я рукой свои тяну, но мне рука бы и здесь пригодилась. Мне нужно ввести ее туда. Мне надо, чтобы вот здесь взял ассистент. Это была бы идеальная ситуация. Вот этап упрашивания. Обратите внимание еще раз на очень низкомплитудные движения. Не стараться быстро рвать. Поскольку кровотечение из вот этой мелкой штучки, которую мы пересекаем, оно как будто треть миллилитра. Но как только поле становится красным, вы слои уже так хорошо не видите. Поэтому нам все время нужна тракция. Вот мы пытаемся. Пытаемся. Идем, 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 идем. И сейчас дойдем до того этапа, когда не хватает моей левой руки. Мне надо, чтобы кто-то поднял кверху вот этот огромный массив ткани, чтобы я мог себе обеспечить тракцию. И вот я сейчас прошу ассистента, возьми, отпусти кишку. Вот он берет кишку, а она наваливается. Видите? И получается. Вот он вроде бы берет за нужное место, вроде бы нужное место пытается схватить. А где второй зажим дополнительный, который под ребровой справа ставите? Мы не пользуемся вторым зажимом. Видите, мешает. Мешает. Не дает. Не дает. Есть такой прием, когда мы спускаем сигмовидную кишку в таз. Мы отматываем, сбрасываем в таз. Как правило, в подавляющей большинстве случаев этого уже достаточно, чтобы поле стало видным. Но это жирный пациент, кишка мешает, падает. Мы думаем сейчас, нужен ли нам в данной ситуации дополнительный порт, чтобы ее ввести. А потом оказывается, что если положение ассистентского порта изменить таким образом, чтобы он взял не в типичном месте, а в любом другом, но при этом обеспечил нам доступ, то этого будет достаточно. Поэтому хирург своими инструментами смотрит, как же надо оттянуть таким образом, чтобы ему было видно поле для работы и просит ассистента взять там. Видите, просит ассистента, а возьми-ка ты вот здесь за брыжейку. Выше. Ассистент берет за эту брыжейку, утаскивает эту брыжейку в таз, и мы получаем, видите, мы получаем все равно поле, которое нам нужно. Мы потратили на это время. Я помотал эту кишку, я помучился с ней, но отвелось. Если бы не отвелось, мы бы поставили дополнительный порт. Сколько времени вы мучились? Может, сразу порт надо было поставить? Так это же вот немонтажное видео прямое, ну, две минуты мучили. Нет, наверное, можно, но я еще раз говорю, что у нас стандартизованная методика, которую мы следуем, от нее отклоняется только в той ситуации, когда нам реально неудобно. Такое бывает крайне редко, но бывает, и именно поэтому я говорю, что дополнительный порт мы... И вот смотрите, опять поезд, опять поезд. Не секу, ничего не секу. Вот эти маленькие движения, маленькие, казалось бы, маленькие движения, а вся операция, вот я сейчас посмотрю, немонтированный этап, она длилась меньше двух часов. Потому что... Алексей Михайлович, можно задать вопрос? Конечно. Самые первые свои, когда вы начинали резекции делать, вы все-таки сразу монополяром пользовались, начинали, или гармоник у вас предпочтение был? Самая первая моя лапароскопическая операция была лапароскопическая блюзнопромерсная экстерпация прямой кишки, где я использовал 10-миллиметровый лигашу. Атлас. И гордо выложил это в интернет. А сейчас я могу сказать, что это видео можно использовать как флэк-видео, как делать не надо. У нас монополяр в нашей практике появился тогда, когда мы съездили Камжаду Парвоизу и тоже задавали ему вопросы, зачем вы пользуетесь монополяром, самым опасным, казалось бы, самым старым инструментом, когда у нас сейчас есть гармония, когда у нас есть лигашук, когда у нас есть пендербит, когда у нас есть еще там черт знает сколько там этих продвинутых биполяров. И вот тогда Амжад сказал нам, что он не склеивает ткани, он позволяет газовать, им нужно просто правильно пользоваться. И мы потратили, смотрите, этап тот же. Мы дошли куда-то, где не можем двигаться, поставили салфеточку за артерию, потому что нам это показалось опасным, и сейчас пойдем в продвинутый. И мы потратили довольно много времени, чтобы понять, а как же правильно пользоваться монополяром, чтобы оползироваться. И как нам кажется, мы это нашли, и сейчас все время говорим, что мы пользуемся им именно поэтому. Не потому, что у нас нет этих продвинутых биполяров, они есть, но просто для меня, вот для поиска слоя монополяр выглядит более удобно. Я не буду ни с кем спорить, многие работают, Арсен Асманович, кто там работает другими инструментами, ради бога. Посмотрите опять. Вот левой рукой я приподнял, что-то там мне не нравится, как падает кишка. Я потрачу какое-то время, чтобы эту кишку уложить инструментами таким образом, чтобы не мешало. Вот он, пожалуйста, пошел в тот же самый этап, который выполнен не монополяром, а все то же самое. И обратите внимание, что мы тратим довольно много времени на то, чтобы остановить вот это мелкое, маленькое кровотечение, не потому, что оно опасно для пациентов, слои не видны. И вот опять-таки, видите, вот я пользуюсь гармоником, вроде я работаю, а вот такого явного разделения слоев не происходит, потому что все-таки любой биполяр, он склеивает ткань. При коагуляции происходит склеивание, собственно говоря, на это и направленный эффект этого биполяра. и поэтому мне здесь найти его немножко сложнее, этот слой. Но опять-таки, зная о том, что слой здесь, я здесь даже не для инструмента показываю, а показываю, как мы боремся. Видите, наползает? Мешает, да? Вот мешает мне этот жир. Случный пациент. Знаешь, я потрачу какое-то время, уложу, отодвину, ничего страшного, это занимает буквально две минуты, но вы всегда можете отодвинуть. И вот мы попали в слой под едой. Видите? И получается так, что я показывал предыдущую операцию, где довольно удобная пациентка, и вот вам жирный, неудобный пациент, а этапы операции идентичны. Видите, мы подошли у нас с одной стороны салфетка, с другой стороны жир. Да, здесь сложно, да, здесь наползает, да, здесь нужно немножко потратить времени на то, чтобы побороться с этой кишкой. Видите, опять мы ищем место, где надо захватить, чтобы раньше инструмента захватило в нужном месте, а шток инструмента удерживал кишку. Да, на этом нужно потратить какое-то время. Но зато, когда мы это время потратили, мы все видим. А все равно скажут, а можно это решить при помощи второго порта? Можно. Можно решить при помощи второго порта. Но, как видите, мы и без второго порта видим то, что мы хотим увидеть. Но не совсем соглашусь, вот у вас нависает, тут все время нависает, нависает. Я сейчас думаю, от шуток, знаете, нависает, а что делать? Ну, какой-то смирится. Хорошо. Потратили бы две минуты, поставили бы второй порт, и было бы хорошо. Ну, может быть, может быть, я не настаиваю. Я говорю только то, что у нас стандартизованная методика, которой вот мы пользуемся, и ну, смотрите, сейчас камера отработала, видите, изменился, изменилось угол зрения, потому что камеру с 9 часов, с 3 часов, перевели на 9 часов. На 9, да. Да, и вот мы постепенно, вот так то, о чем Анастасович говорил, что если мы используем горячую браншу артерии, подвели, отодвинули, отработали. Подвели, либо отодвинули, либо развернули, но бранша не должна лежать. И опять нащипываем слой, видите? Мы все время нащипываем слой, и вот сейчас мы увидим там салфеточку. Как только мы увидели салфеточку, все, мы точно знаем, что в этой зоне ничего опасного нет. Мы работаем в абсолютно безопасной зоне, мы чаточник и ганатные сосуды у нас в стороне. Основная задача сейчас увидеть салфетку. Поскольку мы же сами ее поставили сзади, вот, собственно, для этого салфетка я сейчас здесь ищу. Не могу найти, значит, я инструментом зайду под артерию и чуть-чуть подтолкну салфетку. Видите, подтолкнул ее немножко туда, чтобы она пролоббировала. Но только вот это подталкивание не должно быть прорыванием слоя, это должно быть именно подталкиванием. Алексей Михайлович, покажите под веной, там, нужно чуть-чуть вперед прокрутить, вот под веной работаете. Как под веной работаете? Да. Именно этот момент, потому что мы сейчас будем этот момент показывать. Артерию, Арсен, одну минуту. Вот смотрите, опять, да, провел, тракция, контртракция. Мне нужно увидеть салфетку, я должен убедиться, что я нахожусь в правильном слое. Я вижу, что здесь ничего нет, поскольку фасция дальше, вы видите, да, фасция находится, вот она, мезоколическая фасция. И вот у нас начинает показываться салфеточка. Она уже пролобирует. Вот это вот операция у пациента, так называемого, непоказательного, непростая операция, потому что есть ожирение. Но опять-таки, как только мы салфетки... Даже таких сложных пациентов, видите, как можно все хорошо методологично делать. Визуализация, визуализация. Вот видите, салфеточка появилась. Все. Как только вы увидели салфетку, вот сейчас в нее надо, в эту салфетку ткнуть левой рукой, чтобы она отодвинулась вглубь, и артерия ваша. Хотите клипсами, хотите, если вы верите в эффективность биполяров, биполярами, хотите сшивающим аппаратом, хотите лигатурой, артерию вы взяли. Все, я долго занимал время, ухожу. Пациент Александрович, пожалуйста, можете... На самом деле, конечно, это хорошая демонстрация того, как можно выходить в тяжелых ситуациях. И очень важно, конечно, использовать салфетки, особенно у точных пациентов. Это вот действительно крайне важно. Помогает. Да. Помогает раздвигать ткани, и вы видите, соответственно, куда вам идти, более безопасно становится. Так, сейчас я... Скажите, пожалуйста, вы показали несколько видео. Что-то для себя находите? Становится понятно? Есть какие-то вопросы? Надо еще трудный слой найти, как трудно входить, или вот на идеальном видеоказателе. Мне ребята тут бросили сигму, которую мы сделали за 35 минут. Ну, просто я не хочу показывать, она элементарно простая. Студенческий кейс. Студенческий. Дим, мы на вас ориентируемся. Мне здесь подсказывают люди с опытом преподавания, не медицинским, а опыт преподавания, что ориентируется больше на вас. Собственно говоря, то, что мы вчера с вами проговаривали, что мы на вас будем ориентироваться, а по факту не очень ориентируемся. Скажите, что еще показать, где остановиться, куда вернуться, чтобы все стало понятно? Ну, вот сейчас как раз этап будет обработки вены. Да, вот мы сейчас идем к этапу обработки вены. На что нужно обратить внимание именно здесь? На то, что я просил Алексею Михайловичу тоже ее в видео показать, как именно идет работа под веной, поскольку выделение мобилизации под веной, как правило, стандартно всегда происходит до края поджелудочной железы. Вот здесь такое ощущение, что вы дальше ее в краниальном направлении не отмобилизовали и, соответственно, работаете с веной здесь. То есть это не самый верхний уровень вены, то есть это даже тот уровень вены ниже, так сказать, отхождения левой ободочной вены. То есть мы имеем дело здесь с такой, с низкой, с цитальной перевязкой вены. При этом, как правило, когда мы стандартно работаем под веной, еще раз, мы доходим до края поджелудочной железы, соответственно, визуализируем ее там и пересекаем ее там. Ну вот тут у нас идет пересечение на этом уровне. Это тоже абсолютно укладывается в рамки концепции, когда не нужно, например, мобилизовать левый сгиб, предположим. Или там, если мы ведем речь о каких-то таких непродолжительных каких-то сегментарных резекциях, когда вам не нужен достаточной длины кишечный трансплантат, чтобы не завозить полость таза, можно, конечно, идти и по такому пути. Но еще раз, когда стандартизованная техника, она действительно облегчает вам выполнение операции, независимо от того, что вам надо чуть выше или чуть ниже, какая там локализация опухоли. У вас все стандартизовано, и вам одинаково просто всегда делать, несмотря на индивидуальные особенности пациентов. Вот здесь у нас производится клипирование вены. Сейчас я смотрю просто, до какого момента мы это смотрим. Вот, да, клипсы сверху, клипсы снизу. Но, в принципе, сценарий такой же, наверху металлическая, внизу пластиковая. Я вот точно не знаю, это будет еще клипсы или нет? Давайте. По-моему, насколько по-моему нет. А, а здесь вы пересекаете гармоника. Ну что ж, хороший инструмент в медленном режиме, я так понимаю, вы пересекаете. Единственное, можно вот здесь немножко, две копейки вставлю, что если вы работаете гармоником на пересечении крупных сосудов, то кроме того, что медленный режим и кроме того, что захватывать нужно больше не кончиком инструмента, а основанием, вам обязательно нужно убрать тракцию, поскольку чем больше тракция, тем эффективнее режим рассечения. Хотите пересечь, расслабьте и на медленном режиме пересекайте. Будете пересекать, пусть даже на медленном режиме, но на сильно натянутых тканях будет кровотечение? Похоже, что Дмитрий здесь как раз-таки все сделал правильно, поскольку сосуд не из-за крови. Но в целом это абсолютно такие необходимые вещи, о которых говорит Алексей Михайлович. Потому что если не соблюдать это, то даже медленный режим не спасет. Это, конечно, точно совершенно. Дальше мы прокручиваем немножко вперед. Обратите внимание, пока Арсен не перекрутил, видите, вы ушли уже на этап под веной, а здесь вы еще мобилизацию не закончили. Нет, не закончили, да. Это помешает, потому что вы не создали экспозицию. Вы один раз не потратили время на то, чтобы создать экспозицию, и вы каждый раз будете сталкиваться с тем, что… Возвращался. Да, да. Поэтому и происходят вот эти движения вперед-назад. Вы спрашиваете, вы говорите, когда остановиться, куда вернуться, что еще раз показать. Потому что у каждого из нас есть целый набор видео, которые, может быть, мы не готовили прямо сейчас, там, поминутно, но мы в любом моменте… У меня это подслой. Есть вообще другая тема – мои осложнения, повреждения артерии, как мы останавливали. Есть какие-то вопросы? Спрашивайте, мы, как проговаривали, мы на вас ориентируемся. Вы здесь основное действие, мы с Арсеном. Мы так… Нет, ну пока становится все понятным, когда видишь свое видео и видишь эти недосчеты, и после комментариев… Продолжаем заниматься полезным делом, да. Вот смотрите, коллеги, следующий этап. Значит, на что обращаем… сразу внимание, на что обращаем здесь. Не отмобилизовано, медиалатеральная мобилизация не сделана в полном объеме, как она должна была быть сделана. Вот, и на этом этапе идет пересечение брыжейки. То есть, это, конечно, в стандартизованном варианте она абсолютно не выполняется таким образом. То есть, нам нужно отмобилизовать левый мизоколон. Если вы делаете с левосторонней, с мобилизацией левой изгиба, то вообще войти в сальниковую сумку, но сейчас я позже покажу. Если вы не делаете мобилизацию левой изгиба, то тем не менее до селезенки вам левосторонний мизоколон в медиалатеральном направлении, конечно, отмобилизовать нужно. Это значительно упростит потом домобилизацию с латеральной стороны. Здесь мобилизация не произведена в нужном объеме и идет пересечение брыжейки уже. Конечно, это вот, будем так говорить, некоторое отклонение от операции, которые мы делаем и, в общем-то, которые лучше соблюдать стандартно. Вы видите, вот сейчас идет по направлению к самой кишке, пересечение брыжейки. Еще раз, можно здесь поговорить о том, что там операция делается по поводу рака, не по поводу рака, но... Независимо от этого, мы говорим о стандартизованной хирургии. Дальше я сразу, чтобы эти этапы как бы уже завершить и показать аналогичные... А Арсен Анатманович там перематывает? Покажу. Нет, сейчас, сейчас. Можно не остановить тебя? Вопрос в чем? Почему Арсен Анатманович говорит, что лучше не пересекать брыжейку сейчас? Потому что сосуды, непересеченные сосуды, они играют роль своеобразной арматуры. Они позволяют вам удерживать ткани. Если вы думаете, что вы пересечете брыжейку, а потом доработаете, так можно сделать, но это будет гораздо сложнее, поскольку как только сосуды вы пересекли, дальше остаются тянущиеся ткани. Они будут тянуться бесконечно, вы не сделаете тракцию. Непересеченные сосуды – это арматура. Она позволяет вам сделать парус, позволяет вам развесить ткани между этими непересеченными сосудами. Поэтому сначала завершение мобилизации, потом пересечение чего бы то ни было. Вот Арсен Анатманович, если не согласен, скажи. Абсолютно согласен, но я тут еще подчеркнул бы другой момент, кроме того, что ты сказал с чисто технической точки зрения. Все верно. Я подчеркнул еще момент, так называемый препарат ориентированной хирургии. То есть брыжейку пересекать нам в любом случае нужно только там, где мы собираемся определять границы резекции кишки. А больше нигде нам пересекать брыжейку не нужно. Нам нужно ее мобилизовать. Причем надо мобилизовать. Дим, скажите, а вот вы сейчас что-то делаете. А что вы сейчас делаете? Какая цель вот этих действий? Ну, здесь у меня уже было желание войти через этот доступ. Потом бы попали бы в сальниковую сумку, но никак вот этот слой у меня не открывался. Да, вот я почему-то выбрал этот момент. Да, Дим, говорите. Потому что селезеночный угол был очень высоко расположен. И мне отсюда уже с этого доступа длины инструмента не хватало. К примеру, по латеральному краю, чтобы пройти до селезенки, там выделить. Ну, решили подобраться немножко с этой стороны. Ну, никак не мог зайти. Хотя она вроде и брыжейка тонкая, пациентка худая. А потому что вы не там входите, Дим? Ну, теперь-то я это понимаю, когда я уже вижу. Сейчас, когда Арсен договорит и даст слово, у меня как раз следующий этап – это мобилизация селезеночной изгиба. Арсен Асманович мне вчера поставил задачу сделать это видео, я его нашел. Уважаемые участники, позвольте я вам напомню, что если вы хотите оставить какой-то комментарий или задать вопрос, вы можете написать нам в чат, в рубрику «Вопросы и ответы» или внизу экрана нажать на ладошку, мы это увидим, выведем вас в эфир. Возвращаемся к тому же этапу, который мы только что смотрели. Пересечение вены, а потом уже некая мобилизация, даже отсутствие мобилизации. И вот, соответственно, как это делается в таком обычном варианте. Мы сейчас делаем здесь медиалатеральную мобилизацию, в общем-то, после того, как артерию пересекли, после того, как уже на большом протяжении отмобилизовали практически до левого латерального канала. Сейчас движение в сторону панкреаса, вы видите, с этой стороны – это поджелудочная железа. И очень желательно осуществить доступ в сальниковую сумку, если у вас пациент позволяет это сделать, не очень высокого роста, предположим. Соответственно, очень желательно войти именно с медиальной стороны. Медиальная сторона, да. То есть тут, понимаете, вы сразу себе облегчите задачу того, как заложите туда салфеточку и потом пойдете через гастроколику, но мы чуть позже это тоже обсудим. У вас уже будут все понятные ориентиры, вам будет очень просто потом работать с противоположной стороны. Всегда концепция, конечно, такова, когда вы работаете, вы максимально отрабатываете что левостороннее гемоколоктомия, что правостороннее гемоколоктомия, максимально отрабатываете в медиалатеральном направлении, потом закладываете салфеткой, и вам остается пересечь только, собственно говоря, брюшиный покров. Брюшиное покровение. Да, и все у вас там уже готово. Поэтому вот здесь вот то же самое мы натягиваем. То, что Алексей Михайлович говорил, то есть и сосуды пересекаются, вена та же самая, она пересекается в очередь. Вот, и сейчас, соответственно, мы к этому тоже придем. Я сейчас чуть ускорюсь, чтобы время не терять. Вот, это уже до завершения там медиалатеральной мобилизации. Вот, и мы, соответственно, выйдем к вене. Так. Укладываем салфеточку, как бы завершили. Вена пересекается. Так. Ну, здесь немножко у меня, видимо, не тот этап. Я хотел показать, как вена отрабатывается, но не совсем то. Алексей Михайлович, я сейчас пока тогда приостановлю. Сейчас, а вот, вот она вена. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Отработка вена. Уровень пересечения вены я хочу показать. То есть всегда, как правило, стандартно, Дмитрий, высокий уровень перевязки вены после того, как вы визуализировали, обошли, увидели нижний край панкреас, соответственно, открыли вену, пересекли ее высоко. Но это делается, как правило, не сразу, а после того, как вы в медиалатеральном направлении уже прошли. И вена, она как бы для вас как занавеска. Она сдерживает. Вот, вот. Да, вот это вот очень интересный момент, конечно. Потому что вроде выделишь, она напрашивается, да, пересеки, и ты ее не дернешь. Да. А на самом деле, да, лучше оставить. Нам еще... Лучше оставить. Обращал внимание Амжат Парваис, когда говорил о том, что лучше не торопиться с пересечением вены, она вам помогает отрабатывать слой. Вот. И потом уже, соответственно, вы дорабатываете тот слой, который у вас не доработал. Да. Ну все. Алексей Михайлович. Этот момент очень интересный. Угу. Что-то у нас карачуна не слышно. А потому что вы никак не отключите... Ну вы это... Скажите что-нибудь. Увлекся. Да. Я возвращаюсь, в принципе, на тот же этап сейчас. То есть мы отработали артерию, вена не пересечена. Нам нужно выполнять мобилизацию снижающей сгиба. Я не пересекаю вену, поскольку она арматурой является, о которой я уже говорил. Если я сейчас пересеку вену, возьму ее, то вена откроется, и дальше ткань будет тянуться бесконечно. И она будет роваться. Да, да, да. Вену вы оставляете в качестве арматуры. Она позволяет вам левой рукой, приподнимая вену, обеспечивать доступ. И вот здесь очень важно. Здесь очень важно какой момент. Что вы можете продолжать свой истинный эмбриональный слой двигать, под поджелудочной железой, уйдете под надпочечник, поскольку это истинный эмбриональный слой. Здесь надо увидеть обязательно контур поджелудочной железы. У некоторых пациентов это хорошо видно. Вот в данном случае хорошо видно. Поэтому я, по сути, показываю примерно то же самое видео, которое только что показывал Арсен Асманович. В такой ситуации, когда мы хорошо видим контур поджелудочной железы и можем увидеть ее край, мы прямо здесь входим в сальнекую сумку. Не там, Дима, где вы пытались войти рядом со стенкой. Да, да, да. А здесь. Почему? Потому что вот эта брыжейка, мышка моя видна, она содержит все сосуды, которые будут кровоснабжать сельденочий изгиб. Если вы пойдете выше, ближе к стенке кишки, там, где вышли, вы же эти сосуды берете. Кровоснабжение будет страдать. Здесь кровоснабжение пострадать не может никак. Здесь сосудов нет. Единственное, на что нужно обращать внимание, не сильно увлекаться и не уйти слишком глубоко по вот этому жиру, потому что вы можете выйти на левую желудочно-сальниковую артерию и вену, соответственно. Поэтому здесь желательно очень хорошо видеть слой. У пациентов с запаянной сумкой это бывает опасно, потому что, если вы не видите, а вот как здесь, жир, 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 и никак не можете войти в связку, точнее, в сальниковую сумку, не спешите работать грубыми такими движениями. Очень легко попасть. Здесь на самом деле левая желудочно-сальниковая сосуда, вот это передняя поверхность железы, вот здесь они уже идут. Вот где я работаю, они уже в принципе могут быть. Поэтому не надо стремиться уйти очень глубоко. Не получается сальниковую сумку, значит все. Перетягиваем. Михаил Ильич, можете вот это видео вернуть и показать мышкой контур поджелудочной железы? Да. Буквально чуть-чуть. Да, да, да. Вот возвращаюсь назад. Сейчас, секунду. Сейчас это уже слишком назад ушел. Я тут засвечиваю. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. Вот смотрите. Вот, да? Вот он контур. Видна мышка? Да, видно. И здесь мы идем по верхнему краю поджелудочной железы. Да, по верхнему краю. Вот эта мобилизация была уже избыточной. Так вот, смотри в чем, что когда я дошел вот на том этапе, да, и понял, что я не вижу сальниковую сумку, я двигаюсь где-то в жирах, я остановился. Поскольку в типичном случае я полностью завершаю, вот прохожу полностью аж до хвоста пересечения брыжеки, я думаю, что Рассан Сман делает точно так же. Но если я не вижу, я не уверен, что я попал в сальниковую сумку, тогда я уже подхожу. Есть методика, так называемый дабл-виндов, двойного окна. Это одно окно, да, которое мы сделали, а второе окно вот здесь делается. И вот здесь я уже беру, я пересекаю, пересекаю, не важно, пластиковые клипсы, железные клипсы, не принципиально. Важно то, что вену всегда лучше кликировать, поскольку бороться с кровотечением из нее сложно. И после того, как взял вену, мне она уже как арматура не нужна, мы уже там все сделали. И вот здесь мы приподнимаем, видите, я уже вхожу над, и вот если я буду идти вот в этом слою, то я выйду на поджелудочную железу, я буду видеть ее сверху. Вот теперь не идем на брыжейку, теперь приподнимаем и видите, как открывается по-другому. Вот, 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 да. И я иду по брыжейке, вот видите, я попадаю в сальниковую сумку, дырочка появилась, я попал в сальниковую сумку. Как только я попал в сальниковую сумку, все, дальше вы все видите, вы все понимаете, где вам нужно идти, где ваши могут быть опасения, и так далее. И дальше открытой браншей, открытой бранш, ну, здесь они сталкиваются дальше, ставим салфеточку, точно так же, как Арсен Османович, это салфеточка, поможет нам найти слой, когда мы будем подходить со стороны медиалатеральной, ой, латеромедиальной мобилизации. Атерального края, да. Да, да, да. То есть она устанавливается в сальниковую сумку. Мы эту салфетку будем видеть, будем видеть с любой стороны. Но, собственно говоря, вот здесь у меня уже тоже этап латеромедиальной мобилизации, поэтому я, наверное, на остановлю. Я замечаю, что мы не сговаривались, показываем там, каждый взял какое-то свое видео, прям похоже, но просто нереально как. Да, просто если разбирать, мобилизация сжига, там есть принципиально пять способов, ну, которых я насчитал, и, в отпуске нахожусь, у меня нет всего архива видео, но если компания Джонсон Джонсон решит делать отдельный вебинар по этой теме, то все можно найти, и все показать, как, в какой ситуации лучше подойти. Вот этот подход, он стандартный подход, классический. А если что-то не получается, то там есть уже и другие варианты. Дождичь, мы перейдем к следующему этапу. Дмитрий, у вас остались какие-то вопросы? Нет, сейчас вот стало очень для меня понятным, особенно действие с Веной, что слишком рано ее не надо лидировать. Такой очень важный для меня момент, на который я раньше не обращал внимания. Дим, а вообще, вот мы сейчас дошли, мы практически всю медиалатеральную мобилизацию разобрали. Скажите, пожалуйста, вот сейчас подумайте, надо вернуться где-то, к какому-то из этапов? Вход под артерию, обработка артерии, вход под вену, вход над железой. Если надо, то мы попросим Арсена Смановича, я посмотрю, и мы еще дополнительно видео. Там трудный вход, когда слой не виден, как найти его. Ну, вы очень хорошо объяснили, и есть желание просто реализоваться. Хорошо. Тогда идем дальше, Арсен, пожалуйста. Да, здесь у нас поперечная подочная кишка, соответственно. Я так понимаю, начинается этап пересечения гастроколики, вы изнутри, изнутри изнутри в стальниковую сумку. И вот на что обращается внимание сразу же, Дмитрий. На этом этапе, как правило, мы пациента переводим в положение фоулера. Наверное, я не знаю, вы сделали это или не сделали, сложно судить, потому что камера, она так вот, горизонт ее плавает. Делали, делали, переворачивали стол в обратном направлении. Да, и идет смена позиций. Как правило, камера Мэн заходит в положение между ног, снизу. И, соответственно, показывает снизу вверх. При этом порт, который стоит в левом латеральном канале, он используется для тракции поперечной ободочной кишки. Это может делать, как правило, камера Мэн. У нас это делает камера Мэн. Второй стен в это время курит бамбук, потому что просто нет необходимости всем уже работать. А камера Мэн очень удобно. Он стоит между ног, показывает камерой сверху и тянет поперечной ободочной кишку. Вот здесь в данной ситуации я просто не вижу натяжения поперечной ободочной кишки. Опять вы работаете в одиночку. То есть вы сами себе натягиваете гастроколику, там слева желудок, видно справа поперечка. Опять нет тракции-контртракции. Я согласен с этим. Единственный вопрос, а почему камера Мэн тянет? Это ассистент должен тянуть? Нам так удобно. У нас камера Мэн левой рукой держит камеру, а правой рукой тянет. Как-то так получается синхронизироваться лучше. Ну и потом тут еще момент такой, что у нас нет двух мониторов, к сожалению, чтобы можно было во все стороны смотреть, и ассистенту просто неудобно становится разворачивать голову и смотреть в монитор. А камера Мэну с этой позиции удобно смотреть. Наверное, больше даже из этих позиций. неудобно подходит инструмент, но как-то сверху подходит, у него нет угла. Откуда? А здесь какой порт используется для этого инструмента, Дмитрий? Пятерки где находится, слева или справа? Ну, пятерка слева находится и пятерка справа. Ну, это пятерка, которая слева. Как-то очень страшно. Я, повиняю, мышкой не могу подвести. А ассистент где стоит сейчас? Мы стоим, оба стоим справа от пациента. Ну, это, конечно, неудобно. Конечно, это очень вам неудобно. Алексей Михайлович, вы тоже так меняете расположение, как я рассказал, или по-другому? Да, у нас на этом этапе камерамен уходит между ног. Единственное, я предпочитаю двуруких помощников, двурукого камерамена и двурукого ассистента, поскольку если камерамен одной рукой работает инструментом, он не может работать тридцаткой активно. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы камерамен работал двумя руками, а вот эту тракцию, которую осуществляет Дмитрий, вот его стенд, моя мышка, она тоже не видна, вот такое ощущение, что этот порт левый, он слишком близко к реберной дуге стоит, да, он ближе к реберной дуге стоял, мы его исходно ставили, учитывая вот если бы мы его поставили на уровне отмечения порта, то у него был бы угол атаки совсем другой. Другой. Да. Это очень важно. Так он слишком высоко, и видите, он мало того, что в зеркале у вас находится ассистент, он стоит с одной стороны экрана, экран с другой, так вот еще и работает как бы от себя. Это очень удобно. А так он бы, инструмент подходил бы снизу, и вы бы получали идеальное открытие слоев. Очень важный момент, Дмитрий, все время расположение пациента и расположение. Вот иногда просто нужно поменять позицию, и вам станет намного проще, просто намного проще. Вот. Ну, чуть промотаю вперед до минуты тридцати пяти. И обратите внимание, вот пока проматывается, обратите внимание, что опять этим грубым инструментом, Дим, вы берете за стенку кишки. Это очень опасно. Используйте мягкие зажимы и старайтесь хватать не за стенку, а все-таки за подвески, за брыжейку, поскольку захваты, особенно если там у вас кремольера есть, захваты вот этим грубым инструментом стенки кишки, это в дальнейшем так называемые острые язвы, гипотетически, ну, грубо говоря, перфорации кишки. Поэтому старайтесь как можно меньше трогать ту кишку, которая в дальнейшем останется там, не будет удалена. Арсен, согласен? Нет, конечно, учитывая тот инструмент, который мы использовали, мы понимали на тот момент, что как бы это не так, но если вдруг это использовать, только та часть кишки, которая шла на удаление, то, что остается, мы... И вообще уберите этот инструмент из операционной, зачем он вам нужен? Возьмите мяч. Все, исправились. Ну, если нет, если нет, понятно, а если есть возможность, то... Пробода с шитками проведена. Ну, конечно, поскольку вы там оперируете много разных других операций, где там... Да. Но вот сейчас такое ощущение, что больной не повернул достаточно на правый бок, потому что, видите, желудок заваливается, и все-таки недостаточный, недостаточный фоблер. Может, смотрите... Может, ну, скорее всего, наверное. Видите, он как лежал, так и лежит. А вы заверните его, поверните, и вам будет проще. Гравитация мешает... Да. И вот здесь, смотрите, внимание тоже обращаем на этот момент. С той стороны вы вроде мобилизацию завершили, но у вас левый латеральный канал не отработан. То есть к этому моменту желательно приходить в виду с тем, что у вас отработан весь левый латеральный канал, а потом вам остается только соединиться. И здесь в данной ситуации тоже вам сложно. Тракция осуществляется, но не совсем так, как было бы удобно ее осуществить. Без отведения нисходящей кишки. Вот сейчас, по-моему, вы это сделаете вот на следующем этапе. На следующем этапе. Это тоже крайне важный момент, который нужно как бы для себя так зафиксировать. Вот видите, у вас не отработан латеральный канал до конца. Вот если бы вы сразу прошли туда до селезенки, по сути, и заходом даже немножко на поперечку, то вам бы сейчас не пришлось возвращаться на этом этапе сюда. Здесь я, пожалуй, остановлю и покажу что-то такое похожий этап в другом видео. Я вот пока Арсен переключается, хочу сказать, что, Дим, очень важно соблюдать методологию. Вот есть перечень этапов? Старайтесь отрабатывать каждый этап, прежде чем приходить к другому. Потому что, если вы их будете менять местами или делать один этап пополам, половинку, а потом еще половинку, вам будет труднее. Ну, реально труднее. Поэтому лучше лучше. Согласен с вами, Алексей Михайлович. Ну, учимся. Такой же этап, когда мы завершаем мобилизацию левых отделов, и, соответственно, я чуть ускорюсь, что здесь, в принципе, такие скучные движения, скучные, но необходимые. Вот. И вы смотрите, здесь у нас получается таким образом, что кишка, она подвешена наверх и налево, наверх и налево за счет левой руки хирурга. Достаточно хорошая тракция, видно прекрасно все слои. Работаем кончиками инструмента, маленькими порциями, то, о чем мы говорили. Вот. И, соответственно, все под визуальным контролем. Контролируем стенку кишки, идем в слои, смотрим периодически то сверху, то снизу. На определенных этапах переворачиваем камеру, смотрим сверху, идем на пересечении брюшина. Затем опять разворачиваем, идем снизу, сбоку. На этом этапе можно использовать этот порт, который в левой подвздошной области находится, если гармоник не достает до изделия. Туда поставить, да, согласен. Еще хочу сказать, вот свои там две копейки вставлю, что мы в последнее время стали закупать длинные гармоники. Потому что иначе коротким очень часто возникают проблемы, когда уже вдавливаешь в живот порт и не хватает длины. Поэтому длина имеет значение. Мы сейчас 44 сантиметра берем. Угу. На самом деле очень удобно, да. То есть это позволяет иногда обойтись без дополнительных портов, нормальный и при правом, и при левом фланге отрабатывать. Вот. И здесь то же самое. Максимально максимально наверх рассекаем, досекаем, чтобы уже потом не возвращаться к этому. Не возвращаться. Да. Потому что это очень важный момент, Дмитрий. То есть вы как бы все сделали, вы все отработали. Казалось бы, вот как будто бы уже вам все видно. Но нет, вот доделайте до конца, потому что это реально потом вам облегчит задачу и сократит время. Вот. И здесь, конечно, нужно идти близко к кишечной стенке, чтобы не зайти на селези, не повредить его. Идти близко к кишечной стенке, естественно, не повреждая ее, и все контролируя. вот вы выходите на хвост панкре, вы выходите к селезенке, и вот мы уже видим здесь место прикрепления сальника, и, собственно говоря, на этом этапе здесь мы уже останавливаемся. У нас есть комментарий от участника по поводу того, что во время работы ультразвуковой скальпель ложится на кишку. Ну, я сейчас, наверное, конкретно вот этот момент, на который обратил внимание, не смогу показать, но могу вернуться к видео. Здесь очень важно понимать скорость остывания инструмента. Желательно, горячая бранша инструмента, конечно, не соединяться с любым органом, сосуд или кишка, безусловно. Но даже если вы прикоснулись, он не успел остыть, есть такой прием, когда вы горячей браншей, после того, как пересекли, и вам нужно работать рядом со стенкой кишки, вы прикоснулись просто к брыжейке, к фасции, не важно, чтобы он быстрее остыл, и потом работаете со стенкой кишки. Желательно это использовать и за этим следить. Но если вы где-то немножко даже на кишку прикоснулись к кишке, это не приведет никакой травме, никакому медисирозу и так далее. Но за этим нужно наблюдать и контролировать. Я абсолютно согласен с тем, что кто-то из наших участников обратил на это внимание. Опять-таки тотальный контроль должен быть. Давайте я вернусь сейчас к этому видео, чтобы посмотреть конкретно. Я хочу сказать, что я абсолютно согласен с этим комментарием. Это очень важно. И меня вот в свое время, когда я там был в Корее, в Японии, особенно в Японии меня поразило самурайское спокойствие хирурга, когда почти после каждого пересечения тканей правда там тендербит был, он доставал инструмент из брюшной полости, на столике операционной сестре стоит чашка Петри, в которой налита вода и лежит салфеточка, он опускает это в салфеточку, остужает инструмент и вводит туда. Ну, именно поэтому и очень долго идут операции, зато они очень безопасны. Я согласен с этим замечанием. Да, вот я просто включил опять то же самое видео в отношении еще раз давайте посмотрим насчет того, что инструмент все время ложится на кишку. Давайте просто обратим на это внимание, как это происходит и опасно ли это. Вот идет натяжение кишки и, соответственно, рассечение брюшины недалеко от кишки. Да, но вот, чтобы кишечная стенка здесь каким-то образом соприкасалась. Я не вижу, не знаю. Пока вы в этом случае давайте посмотрим. Я не заметил, может быть, на другом видео или здесь. Здесь вот это Александр Терфуков написал. Если можно, вы Александр, напишите, пожалуйста, во время какого этапа это было. Вот Арсен Асманыч показывали исходную операцию, мы бы поняли, о чем идет речь. Потому что я, честно говоря, не заметил, но мог просто не заметить. Давайте мы открутим просто и посмотрим еще раз, потому что это важный момент. Нельзя допускать для того, чтобы, конечно, кишка нагревалась от гармоника. Очень важный момент. Нет, давайте мы просто примем к сведению. Искать, наверное, не будем. Александр, напишите. Он замечание абсолютно стоящее. Алексей Михайлович, покажешь? Я иду, да? На этом этапе. Да, да, да. Я сейчас показываю, ну, иду, собственно говоря, по этапам, как мы договаривались. Сейчас пришел у нас этап латера медиальной мобилизации. Сразу хочу сказать, что чем лучше сделана медиалатеральная мобилизация, тем легче латера медиальная. Здесь, опять, принцип тот же, тракция. Нет тракции, нет движения. Есть тракция, есть движение. Аккуратными, вот видите, когда мы только касаемся к натянутым тканям монополярным инструментом, они сами расползаются. Поэтому, единственное, что очень важно контролировать монополяр, очень важно контролировать монополяр, работать буквально по миллиметрам, поскольку глубокое проникновение инструмента может привести к повреждению. Вот это мы называем синевой. Это не та синева, которая в августе там купается в фонтанах, а эта синева, характерный такой синеватый цвет, это уже та брюшина, которая была ранее отслоена, когда мы работали, выполняли медиалатеральный доступ. Видите, вот мы соединились. Как только мы сделали это окошко, дальше уже безопасно, поскольку мы видим мочеточник, видите, он там в глубине, мы видим ганатные сосуды, и здесь уже дальше вопрос техники. Повторю, мы это делаем монополяром, этот этап, можно это делать гармоникой, можно делать там чем угодно, неважно. Кишка все время приподнимается кверху, хватаем не за кишку, хватаем за брыжейку, и все время кверху и как бы открываем, как книжка, как книжка открываем, тогда мы можем безопасно разделять эмбриональные слои, выполняя так называемый препарат, ориентированную хирургию или эмбрионально ориентированную хирургию. Вот сам сказал, хватаем за брыжейку и тут же схватил за кишку. Вы увидите, свое видео надо. Опять, за брыжейку и как бы открываем, не просто кверху, а открываем. Салфетка, это та салфетка, помните, которую мы оставили в сальниковой сумке? В сальниковой сумке. Мы не пошли на пересечение желудочно-подольких сосудов, мы вот то, о чем говорил Арсену Асманович, мы доделаем медиалатеральную мобилизацию. Мы должны увидеть селезионку, мы должны отсечь вот эти сращения, которые часто бывают в левом подреберье, чтобы полностью освободить сальник, чтобы все болталось, все лежало спокойно, нигде ничего не было досечено. Чтобы мы потом не боролись уже с какими-то спайками, не с эмбриональными сращениями, а с сращениями, которые в период жизни получили. Вот этот цвет темный, не обращайте на него внимания, это эндоскописты нам подкрашивали полипы, которые есть в кишке, с тем, чтобы мы удалили их во время операции. Цвет – это цвет синьки. Ну, не синьки, а как краситель называется, который эндоскописты используют. Опять-таки, все время как бы выворачиваем и как книжка открываем, как книжка открываем. Вот сейчас будет почти то же самое, что показывал Арсен Османович. Мы должны откинуть вправо кишку, не убирая салфетку, по возможности, которая иногда даже мешает нам, поскольку мы должны сейчас создать вид, когда мы увидим открытую сальниковую сумку, открытую, вот видите, то же самое, что показывал Арсен Османович. Салфетка находится в сальниковой сумке, а мы здесь уже спокойно, вот поджелудочная железа, видите, мы видим край поджелудочной железы, все под четким визуальным контролем, а вот этот гармоник, он уже заведен через ассистентский порт, который на уровне оптического расположен слева, потому что, согласен, длины не хватает. И вот в такой ситуации, опять-таки, камера должна отрабатывать, должна менять угол обзора, он должен проезжать все препятствия камеры, чтобы салфетки оставались сзади, позади камеры. И вот здесь мы уже спокойно отодвигаем, мы выходим на селезенку и дальше соединяем, повторю, в виде, как лежит салфетка над поджелудочной железой, с одной стороны, с другой стороны видим латеральный край и отрабатываем его. Вот это мы ставим дополнительный порт, видите, он почти в эпигастральной области находится, для того, чтобы завершить мобилизацию кишки. И вот мы сейчас будем делать тот же этап, который, Дмитрий, вы делали, но видите, как у нас инструмент идет? Не сверху, а снизу. Снизу, да. Видно, да? Да, да, да. А снизу тянет, я левой рукой через дополнительный порт приподнимаю сальник, а правой рукой работаю через тот порт, через который раньше я работал левой рукой. Понимаете, да? Да, да, да. И точно так же, как при выполнении гастроктомии, мы отсекаем сальник от поперечно-ободочной кишки. Можно отсекать сальник от поперечно-ободочной кишки, можно рассекать живучий сальник в сумку. Как вам удобно, так и делайте. На самом деле, это зависит исключительно от преференции хирурга. Вот здесь удобно. Значит, делаем крючочком, отсекаем сальник. Неудобно, берем гармоник и рубим связку. Но если вы не отсекаете сальник от кишки, то у вас никогда нет опасности того, что вы войдете в левую желудку сальникового засуда. Когда вы рубите связку, если вы уйдете чуть ближе к большой кривизне желудка, вы запросто попадаете на левую желудку сальникового засуда. Опять-таки, пересечение не страшно, но это потенциальное кровотечение. Задавайте вопросы, Дим, задавайте, если что-то непонятно. Но вот вы большой сальник предпочитаете прямо вдоль кишки отсекать идти, да? Да, а почему нет? Если здесь нет опухоли, которая инвазирует большую сальник, то это вполне может сделать. Если здесь опухоль, ну понятно, мы должны сделать резекцию. Вот видите, что у нас получается? Салфеточка нам помогла там, салфеточка помогла здесь. Погла здесь. Для нас это ориентир. Ну вот таким образом мы называем. Очень удобно. А дальше, если нам не хватает длины, мы можем двигаться вправо, оттекая сальник так далеко, как нам нужно. Вот в данной операции он получил не до 12-н сперсной кишки мы организовали, поскольку это настоящая левосторонняя гемиколоктомия, вы покраски видели, да, что-то очень близко к сгибе. Нам просто у этой пациентки было несколько опухолей, поэтому мы вынуждены были делать не изолированную резекцию сгиба, настоящую левостороннюю. И вот здесь мы уже рассекаем желудочно-ободочную связку так далеко, как нам нужно. Видите, мы видим... Для придания мобильности кишки, да, чтобы потом могла опуститься. Да, да, чтобы она могла без натяжения опуститься вниз. Видите, визуализация какая? Мы видим желудочно-сальниковые аркады, мы видим связку, хорошо, мы видим кишку, мы видим поджелудочную железу, мы все видим. Опять-таки, визуализация, правильное развешивание. Будет развешивание, все будет хорошо. Не будет развешивания, вы не будете видеть, что нужно сделать. И посмотрите, какая длина получилась. Видите, практически селезен через сгиб, туда в таз опускается абсолютно спокойно. Остановлю на этом этапе. Дим, есть какие-то вопросы? Надо что-то еще показать? Ну, стало ясно, ясно моменты. Я для себя уже понял, на каком этапе мы это началось, где мы вены пересекли. Если мы там бы ее не пересекли, тогда бы мобилизацию продолжили, то мы бы зашли бы туда, куда надо. Над поджелудочной железу, доходите максимально сколько можете, ставите салфеточку. Латером идеальная мобилизация, доходите до салфеточки, рассекаете. Если этого достаточно, а этого в очень большом количестве случаев достаточно. На этом хватит. Нет? Значит, либо дополнительный порт, либо из этих же портов рассекаете в желудочно-мободочную связку, либо отсекаете салфеточку от ободочной кишки. И она у вас опускается куда угодно. У нас вопрос от участника, от Марины Поповой. Просят уточнить, какой контраст используется для маркировки полипов. Вы знаете, я сейчас вам не назову, наверное, правильно этот контраст. Если хотите, пока идет видео, я сейчас свяжусь с нашими эндоскопистами, и они мне, я надеюсь, ответят. Я чуть позже отвечу. Хорошо? Сейчас я напишу. Я отвечу сейчас. Переключаемся опять к видео. Это уже после мобилизации левого изгиба. Подготовка к пересечению кишки, Дмитрий. Да? Правильно? Да, да. Вот. Соответственно, что тут тоже заслуживает внимания? Захват кишки, мы говорили об этом. Здесь, когда вы пересекаете мезоректальную клетчатку, мезосигмоидную, в зависимости от уровня, конечно, нужна тоже хорошая аттракция, как и во всей хирургии, во всех наших этапах, чтобы вам можно было четко увидеть, потому что есть определенные риски повреждения стенки кишки и пересечения мезоректума. То есть, тем более, когда мы используем инструменты высокой энергии, у нас отсутствует адекватная аттракция, мы можем не заметить и, соответственно, инструментом повредить стенку кишки, диссерозировать, пересекая, захватывая мезоректум, при этом не замечая, что мы захватываем край кишки. Поэтому, как видно здесь, что тоже тут достаточно сложно контролировать, поскольку натяжения определенного нету, где-то визуально видите, где-то, видимо, на уровне интуиции ощущаете, но это все-таки ненадежные, так сказать, спутники, поэтому лучше всегда видеть визуально. Здесь очень важный момент. Вот, казалось бы, на этом этапе убрать салфеточку, завести отсос, эвакуировать, создать для себя условия, и вам стало бы удобнее. То есть, вы здесь работаете, мало того, что усталость уже к концу операции, еще и, соответственно, вам там мешает жидкость, салфетка там болтается, и вот эта вот кишка длинная туда-сюда, вот никак не удается ее адекватно выкинуть. Поэтому, конечно, все это достаточно так выглядит, что борьба с этими препятствиями... Одну минуту можно? Я связался с Олегом Борисовичем Ткаченко, эта краситель называется Black Eye. Ну, я как хирург могу не знать деталей, но он говорит, что если нужно где купить, то он знает. Надеюсь, эта информация сейчас была полезна для наших участников, кто задал вопрос. Так, ну и, соответственно, показываем видео, как это в принципе тоже делается. Так, это другое видео, сейчас я увеличу его на весь экран. Это пересечение кишки. Дмитрий, опять, видите, как вахнут акции. То есть, мы натянули кишку, ассистент ее подтянул с одной стороны, и я подтянул с другой стороны. Вывели камеру на боковую позицию, смотрим сбоку, и работаем аккуратненько гармоником, причем очень важный момент, прошу обратить внимание, кончиками инструментов работать, не полным захватом, потому что это вот действительно более безопасно. Вот как Алексей Михайлович, когда показывал видео тучного пациента, и когда отсутствие слоя, он говорил о том, что по миллиметру буквально там берем крючком, буквально по чуть-чуть рассекаем, смотрим дальше, рассекаем, смотрим дальше. Этот принцип, когда вы не видите слоя, или вот когда вы пересекаете брыжейку, он очень важен. Кончиками инструмента, немножко такими раздвигающими движениями, каждый раз смотрите, оцениваете, есть там кишечная стенка, появилась, не появилась. Если появилась, соответственно, у вас уже есть ориентир, вы можете заходить между кишечной стенкой и мезоректумом, с тем, чтобы создавать некое пространство, это вам облегчить пересечение мезоректума. То есть вот такое тщательное, скрупулезное, здесь торопиться нельзя, абсолютно согласен с Алексеем Михайловичем. Скорости здесь быть не должно никакой, здесь нужно очень аккуратненько, маленькими порциями работать. В награду за это вы получите перпендикулярно пересечённую мезоректум с облегчением всех, так сказать, онкологических принципов. Не будет конизации кишки. Это очень важно, особенно при оперировании по поводу рака прямой кишки. Вот таким вот образом, то есть сначала, как я делаю, я не знаю, Алексей Михайлович, может так делать или по-другому вот в этом этапе. То есть всё-таки я стараюсь там провести некую такую тонализацию, определить стенку кишки, а потом уже от неё исходя пересекать мезоректум. На мой взгляд, это получается более перпендикулярно. Да, вот это интересно я не видел так вот. Просто у нас, понимаете, мы тоже сталкивались в своё время на этапе набора опыта, что происходила некая такая спирализация вокруг кишки. То есть ты вроде бы её пересекаешь мезоректум с этой стороны, тебе кажется правильное. Заходишь на ту сторону, а смотришь, а там вообще-то уровень уже другой, и как по спирали она, в общем-то... У нас немножко другие ориентиры, но я думаю, сейчас Арсен Асланович покажет своё, и я покажу, как мы делаем. Вот. Ну и как мы делаем здесь, мы максимально стараемся с этой стороны вывернуть кишку и максимально пересечь всё, что нам удается пересечь, весь мезоректум, насколько нам удается вывернуть, потому что опять-таки у нас принцип такой, чем больше я отработаю с одной стороны, тем меньше мне придётся делать с другой стороны. соответственно, камера, видите, она вот разворачивается, и сейчас мы работаем тоже сзади, но с этой же стороны всё равно, то есть мы продолжаем работать с этой стороны, видите, вот я поднял там, ассистент поднял здесь, развесили кишку, вот, и чётко видим слой, соответственно, и опять-таки отхожу от кишечной стенки, делаю некий тоннель, а потом смело захватываю, вот здесь я могу уже на всю браншу инструментов захватить мезоректум, потому что я точно знаю, что там ничего нет. Вот таким вот образом и смело на всю браншу. Это помните, как момент пересечения нижнебрежечной артерии, когда мы, не сговариваясь с Алексеем Михайловичем, сказали, что когда вы сосуд пересекли, сзади уже ничего нет такого опасного, там можно смело пересекать. Есть такая же история, сделали тоннель, залили браншу и смело пересекли. Вот таким образом вся манипуляция и, как правило, перпендикулярно пересечения. А здесь уже в довершении пересечения вот эти остатки спереди слева, они уже с этой стороны. Здесь угол не очень удобный всегда бывает, потому что вы работаете справа, а вам надо на левой стороне манипулировать. Но, тем не менее, здесь осталось совсем чуть-чуть, вы уже это досекаете и таким образом завершаете. Так, я останавливаю совместно использование Алексея Михайловича. Да, я сейчас тоже покажу этот же этап. Если потребляем методика, вот смотрите, мы сбоку рисуем крючком линию перпендикулярную, дальше открытым, ассистент вытягивает кверху кишку, я открытыми браншами инструмента поднимаю кишку кверху. И всегда начинаем пересечение с задней поверхности. Видите, кишка кверху поднята, тракция есть, и мы пошли сечь. Вот этот вот начерчник, помните, как в классике хирург наметил углем вместо разреза? Есть направление, которое мы себе обозначили, чтобы не допустить спирализации, о которой говорил Арсен Османович. И мы поэтапно начинаем рассекать. Важно как бы немножко скользить браншами, поскольку если просто грубо хватать и идти в направлении стенки, вы можете кончиками инструмента кишку захватить. Поэтому все время поглядывать с одной стороны, где же край кишки. И вот до тех пор, пока вы видите, что это жир, а здесь хорошо видно, что жир, вы смело сечете сзади. Единственное, надо знать, что когда вы встретите верхние прямо кишечные сосуды, их иногда даже мы реклипируем, если они крупные получаются. Если мы видим, что они крупные. Стенка кишки видна. Вот это направление сзади кпереди, она, видите, достаточно удобно. пешка отсекается и она открывается сама. Мы отрабатываем так же, как Арсен Османович, с этой стороны максимально, а дальше, видите, с этой стороны мы видим край, уровень, на котором была пересечена. И здесь мы кладем как бы браншу на брыжейку, а левой рукой складываем, пересечь инструмент. И таким образом получаем нужное. Единственное, что я сразу вижу здесь свою ошибку, что, конечно, лучше работать холодной бранши кишки. Это безопаснее. Но в данном случае я сам допускаю ошибку, поскольку подхожу к горячей бранши. После силы того, что это удобнее. Но опять-таки обратите внимание, что положил и легкое движение как бы оттаскивающее от кишки. Но сейчас, когда я смотрю, как сотрудники отделения делают, если они делают так, то я говорю, ребята, разверните инструмент и все-таки холодную браншу кишки. И второе, что хочу сказать, что считаю, что нет необходимости прямо чистить до гола стенку. Если немножко жира осталось, это наоборот хорошо, это кровоснабжение. На этом этапе можно пересекать. Согласен с вами абсолютно. Повторить, не повторить что-то понятно, непонятно. Ну вот, когда вот такие разборы идут, оно, конечно, становится все намного понятнее, чем когда ты просто смотришь, к примеру, что-то выложено видео без комментариев. в эту среду реализуем работу на башню. По горячим следам нужно будет обязательно. Вы знаете, что сказать, Дим, по горячим следам это здорово, но если вам интерес не потеряно, вы запишите эту операцию. Если где-то на каких-то этапах вы со сложностями вы именно эти можете прислать этапы, где вы столкнулись, и мы еще раз разберем, поверьте, у вас будет совсем другой взгляд на это, потому что вы уже попробовали сделать, и вы уже видите, где вы можете столкнуться с проблемой. У вас будет на другом уровне понимания. Понимание. Потому что, когда мы, нам Данила Мискович писал ошибки, и мы разбирали, потом повторяли, мы видели как бы следующий уровень сложности. Вот это очень важно. Если мы одну и ту же операцию с вами разберем 2-3 раза, вы будете делать без существенной сложности. Я в этом уверен. Да, я абсолютно согласен, потому что был бы хороший фидбэк, если бы вы там, когда сделаете еще одну операцию, мы еще отработали, и, соответственно, уже как бы работу над ошибками провели. С удовольствием. Это очень мощная вещь. Вот теперь этап, после экстракорпорального этапа, когда погружена головка в кишку, мы видим здесь сбоку в конец, сбоку погружена, и, соответственно, вот идет намерение такое сформировать аностомоз колоректальный. Сейчас, Арсен, перебью. Дим, экстракорпоральный этап нужен? Просто у нас записано, и там, в принципе, все понятно. Ну, там нет, там как бы понятно все. Хорошо, тогда все хорошо. и здесь, соответственно, возникает понимание того, что кишки недостаточно. Кишки недостаточно для того, чтобы сформировать аностомоз, она не очень тянется в, соответственно, полость малого таза. Вот приходится возвращаться к поперечной ободочной кишке, правильно я понимаю, да, Дим? Да. Вот. Ну, вот видите, как-то, чем хороши эти эндовидеохирургические операции, что мы все одними глазами на это все смотрим. Вот. И когда все это записывается, можно многие вещи просто понимать и угадывать. Арсен Асманович, у нас есть вопрос от Терпугова, Александра. Давайте. Подскажите, пожалуйста, когда вы с уверенностью считаете жизнеспособность отводящей и приводящей кишки перед аностомозом? Ответите? Ну, я хочу сказать, что если вы, что касается дистального, да, ну или правильно говорить, дистальный для конечности, как нам учили термин, здесь больше надо говорить об оральной, а доральной. В общем, если мы говорим о кишке, которая остается в тазу, то в случае, если вы пересекаете кишку на уровне мыса-крестца, то здесь кровоснабжение в 100% случаев адекватно. Что касается кишки, которую мы экстракорпорально обрабатываем, куда мы вводим анвил, то мы всегда, перед тем, как анвил ставить, мы подсекаем краевой сосудик и смотрим, чтобы было артериальное и венозное кровотечение. Называем мы это теперь ICG-RED, поскольку ICG настоящий, он сейчас недоступен, точнее как, он доступен в нашей стране, но он не зарегистрирован, только из-под полы. Идеальный вариант, конечно, использовать ICG, тогда мы точно видим кровоснабжение. Ну вот у нас такая странная страна, когда весь мир работает, а у нас вдруг регистрация закончилась. А так по кровоснабжению, не по цвету, не по пульсации сосудов, а прямой метод. Подсекли, увидели кровотечение. Таким же образом мы проверяем. Да, собственно говоря, здесь есть соцстандарта, поэтому мне нечего добавить. Дистальный конец или аборальный, его там проверять нет необходимости, а вот то, что касается приводящего, то обязательно кровои сосуды. Если есть какие-то сомнения, то реализекцию, независимо ни от чего. Если вы там, неважно, устали, сложный пациент, но если сомнения есть, реализекция участка кишки, и заново проверка кровоснабжения, анастомоза. Вот, коллеги, вот этот этап домобилизации поперечной ободочной кишки, он, конечно, всегда очень опасен и волнительный. То есть после того, как вы уже сформировали, установили головку аппарата Анвил, вы уже проверили кровоснабжение, и когда после этого вам приходится домобилизовывать, мы всегда помним о том, что не дай бог пересечь сейчас сосуд какой-нибудь, и у вас кишка может некротизироваться, а вы уже головку туда погрузили. Все это, конечно, очень так вот неприятно. Поэтому вот сейчас тоже этот этап домобилизации, понятно, что он вынужденный, понятно, что хочется наложить там анастомоз, там женщина молодая и так далее, вроде все сделали, а вот такая досада кишки не хватает. Соответственно, вынужден хирург в этой ситуации как-то мобилизовать насколько возможно. И вот здесь сосуд, судя по всему, средний, вот, возникает, начинает подкравливать. Соответственно, крайне сложная ситуация, потому что перебивать его нельзя категорически, вот нужно как-то остановить. И вот это, конечно, требует определенного времени, вот часто, по-моему, если не ошибаюсь, салфеточка будет, потом будет повторная оценка гемостаза, потом опять будет гемостаз. Вот. Такая вот неприятная, как бы, ситуация, когда вроде бы тебе отступить уже некуда, потому что там все сделано. И начинаешь думать, а что теперь, право изгиб мобилизовать, если вдруг здесь кровоснабжения не хватит, и так далее, и так далее. Поэтому, к чему я все обо всем этом так говорю, потому что мы все хирурги, мы все знаем свои, так сказать, моменты, приятные для нас и неприятные. Об этих вещах лучше по возможности думать заранее. До того, как вы установили головку в аппарат, установили анвил в процвет кишки, до того, как вы начинаете ее неизводить, вам лучше примерить кишку, хватит или не хватит. Потому что в таком случае вы сразу понимаете, нужно вам дополнительную мобилизацию проводить или не нужно. И сразу это делаете до пересечения, до извлечения кишки. Ну вот здесь вот как бы это все в итоге хочу сказать, что все завершилось хорошо на этом этапе. И соответственно кровотечение остановилось. Но я сейчас покажу другое видео опять-таки по поводу того, когда перед тем, как извлекать кишку наружу. 2 часа, 2 часа, сейчас 20 минут, 50 секунд нахожу. После того, как мы отмобилизовали всю кишку и соответственно уже готовимся ее пересекать, вот здесь у нас завершена мобилизация, там полностью, ну это ТМЭ, после химолочевой терапии, туда тазу, одна, была полная мобилизация. Сейчас мы тоже соответственно начинаем думать о том, где у нас должна быть пересекать кишка. Вот зажимом я ощупываю опухоль, где она находится. Оттуда отмеряю примерно в максимальной границе резекции. Соответственно тоже для себя обозначаю. А потом начинаю тащить кишку просто максимально туда в таз и примеряться. Вот видите, тут, ну здесь на самом деле кишки-то очень много. Я примерно определил край, не примерно, точно определил край опухоли, от него отчитал до 12-15 сантиметров вверх, примерил кишку и понимаешь, что да, мне больше ничего делать не нужно, мне все хватает и после этого уже, ну в данном случае здесь интракорпоральное пересечение брюджейки было с тем, чтобы через фанельный штыль вытащить наружу. Ну это можно делать все экстракорпорально, кто как привык. Но факт то, что длину кишки определили заранее, до того, как вытаскивать кишку наружу. Собственно говоря, здесь только этот момент. Алексей Михайлович, комментарий? Ну, мы пересекаем кишку экстракорпорально, и честно говоря, у нас линейки лежат в большом количестве, стерильные, те, кто был у нас, видели, и вот эти правила, это 10 сантиметров отступа по брюджейке при резекции ободочной кишки мы измеряем линейкой. Если в силу каких-то обстоятельств это нужно измерять внутри, то мы просим сестру по линейке отрезать ниточку длиной 10 сантиметров, забрасываем ее в живот и по этой нитке измеряем. Вот это пересечение брюджейки внутри, это как раз-таки один из спорных моментов, потому что с одной стороны пересекая внутри, мы получаем длинную кишку, которую можно извлечь потом через разрез фонишстиля, который из лучших доступов для излечения, или там трансфагинально, трансректально вот этих способов излечения препарата. Но мы используем поперечный доступ в левой боковой области живота, очень косметически такой выгодный, как нам кажется, и вот когда мы посчитаем исследование КОЛК, мы точно будем знать различия при разных способах излечения препарата с точки зрения нагноений, грыш и всего остального. Так вот при таком доступе у нас нет необходимости пересекать это все внутри, мы можем пересечь все снаружи, поэтому как-то вот так. Ну да, понятно. Это такие моменты, которые, собственно говоря, принципиально роли не играет, плюс-минус вопрос технических преференций, наверное, можно так сказать. кому как больше нравится, да. Да. Ну вот момент, на который я хотел обратить внимание, это все-таки определение длины кишки до того, как вы примете решение ее пересекать. Экстра-корпоральная или интра-корпоральная, чтобы не получилось, что вы устанавливаете головку, и вам потом приходилось опять возвращаться. Я согласен, что это неприятный момент, поскольку вы оценили адекватность кровоснабжения, вы все увидели, а потом раз и не хватает длины. Любая мобилизация, особенно если она связана с пересечением каких-то сосудов, это всегда неуверенность в кровоснабжении. Опять-таки, если есть ICG, то вы можете каким-то способом вот эту неуверенность снять, а если ICG нет, да, то это каждый раз тревога. Поэтому, конечно, лучше иметь, как говорил мой учитель, Васильевич Роман, правда, он говорил это о пищеводе, он говорил так, трансплантата никогда не бывает много. Поэтому, чем лучше мобилизована кишка, тем лучше. Лучше пусть будет избыток ее, нежели недостаток. Согласен с вами, Алексей Петрович. И у нас мы уже практически завершили работу, так сказать, нашу домашнюю работу, работу над ошибками. Сейчас я еще еще один момент, завершающий момент этой операции, Дмитрия, которую мы сегодня обсуждаем. Сейчас я это уменьшу. Момент формирования аностомоза непосредственно. 2.21. 2.21. Ну, вот тут, наверное. Тут у нас комментарий, Арсен, от Сергея. Добрый день, все очень познавательно, спасибо. Идею отдельно рассмотреть мобилизацию Сильвеновича изгиба всячески поддерживаю. Но это больше не к нам, это больше к Джонсон. Решим делать, ну, значит, сделаем. Хорошо. Хорошо. Спасибо за отклик. Аностомоз. Вот сейчас идет формирование аностомоза. Соответственно, вот, извлечение. какой-то странный аппарат у вас, Арсен Смоленович, какой-то странный аппарат, сшивающий циркулярный. У нас? Нет, у нас-то нормальный. Арсен Смоленович. Нет, это Дмитрия операция. А, да, да, простительно, да. Да. Аппарат, кстати, с сгибающейся головкой. метроник. Ну, вот Алексей Михайлович раскрыл сразу вот эти вот карты, как говорится. Я даже и как бы внимания на них обратил. Так. Но я считаю, что на них и не надо обращать внимание, потому что гораздо важнее правильное применение аппаратов, нежели определение, кто же там лучше, кто хуже. Да. Ну, вот тут сформированный аностомоз. Я так понимаю, то, что вы держите, Дмитрий, это ухо, это ухо, да. То есть у вас вы тоже здесь как-то вынуждены были в одну сторону выколоться. У вас такое ощущение, что аностомоз, он как бы косо немножко лежит, как будто бок в бок. Меня просто не видел, нету на этом видео. Вы когда протыкали штоком? Не по линии пересечения устанавливался. По линии пересечения. Не по средствам через критки? Непосредственно через скрепки? Ну, чуть-чуть в сторонке, не совсем через скрепки. Ну, там буквально 5 миллиметров. Понятно. Ну, то, что проводится рядом со скрепками, но сбоку, это, в принципе, я тоже делаю так, я выкалываюсь с одной стороны, правое ухо оставляю для себя и потом его просто в этом месте дополнительно швы накладываю. я так понимаю, вы тоже сейчас вот здесь. Я хочу сказать, что вот эти разбушлели насчет собачьих ушей ни одной несостоятельности в области уха я не видел. Если есть дырки, то они есть вот прямо по линии скрепочного шва. Поэтому, мне кажется, что опасность этих ушей она сильно преувеличена, хотя понятно, что все об этом говорят и как-то хочется их там дополнительно ушить, закрыть, ликвидировать, убрать. Мы дойдем анастомоз на переднюю стенку кишки. По линии скрепочного шва несостоятельности такого шва? Циркулярного? Да, да, циркулярного. Место соединения двух швов оно всегда опасно потенциально, независимо, мы делаем циркулярный анастомоз, либо мы там правосторонний гимикол, что угодно делаем. Когда мы используем скрепочные швы степлерные и они пересекаются, ну, как правило, мы всегда говорим о том, что это место лучше фиксировать. Арсен, я как раз об этом говорю, что мы все об этом говорим, но я никогда не видел несостоятельности в зоне стыка скрепок. Как правило, если дырка есть, то она есть прямо вот в линии аппарата. И я думаю, что... Я даже не видел. Видел, да? Да. Я не видел. Но я к тому говорю, что видел, не видел, это же не доказательно. Нет. Но я хочу сказать, что по всей вероятности все-таки, какими бы хорошими ни были аппараты, все-таки есть какой-то процент брака в них. Поскольку в ряде случаев при развитии несостоятельности мы пересматриваем видео и мы не видим, вот где была техническая ошибка, не видим. Бабл-тест отрицательный, все нормально, а он развалился. Почему? А когда берем на релопаротомию или на эндроскопию, там дырочка 1 мм. Но она есть. Почему? Может скрепка выпала, может неправильно зажалась, может быть некоторые говорят, что когда из аппарата выдавливается ткань, когда мы начинаем прошивать, ткань смещается, в этот момент идет закрытие скобки, и якобы скобка неправильно закрывается. Теорий куча, но ответа на этот вопрос пока нет, насколько я знаю. Я вот, да, я хотел бы здесь еще на что обратить внимание. У нас в принципе операция подошла к концу, но на что еще можно здесь обратить внимание? В том, что создаешь впечатление, что натяжение все-таки некоторое присутствует в данном анастомозе. И вот когда вы уже все сделали, когда вы уже, ну у вас уже максимальная, приводящая кишка, она максимально отмобилизованная, мы видели, вы там до сосуда практически все отмобилизовали, там вариантов нет, но тем не менее натяжение некоторое потенциальное вот видно, здесь оно как бы видно уже и по факту. Что в этой ситуации можно еще делать? Отмобилизовать саму кишку, прямую кишку, то есть вы можете зайти сзади, сбоку, спереди, справа, за счет мобилизации прямая кишка вытянется в брюшную полость и это уменьшит степень натяжения анастомоза. Есть еще такой прием, его тоже для себя просто нужно знать и помнить, потому что вот как в этой ситуации приводящую кишку уже, ну никак не мобилизуешь, а анастомоз наложить хочется. Алексей Михайлович, что скажешь? Да, я согласен. В самом деле так, это бывает не так часто, но на самом деле длину и в самом деле остающиеся кишки можно увеличить, если мобилизовать заднюю полуокружность прямой кишки. Она вытягивается довольно здорово. Вперед, я согласен. Дмитрий, какие-то комментарии? Ну, это очень хорошая подсказка, возьмем на вооружение, потому что здесь на самом деле поперечную кишку уже мобилизовать дополнительно было некуда и ну, слава богу, все обошлось. Сама стыковка аппарата и анвила, вы как насаживаете? Ну, обычно раздвигаем браншу и как бы со стороны кишки просто толкаем ее. А, ну, то есть то, что у нас видели прием этот, Да, 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 то, что вы рассказывали, да, таким образом мы делаем. Там иногда салфеточку, к примеру, чтобы она не скользила. Да, скользила, площадь соприкосновения была больше. Потому что многие используют даже анвил-граспер специально, чтобы захватить шток и начнут кто-то мучается со скальзывая инструментами по железячке. А на самом деле этот прием, как мы его называем, может быть, не очень благозвольный. Стопку толкнуть, Алексей Михайлович. Стопку толкнуть попку, да, он довольно удобный. Я предлагаю вообще всем называть этот прием Алексея Михайловича. Ну, Стопку. А вы мне обещали, кстати, вот этот анвил-граспер, Алексей Михайлович. Моль. А я вам расскажу, у нас их несколько. Кстати, Владимир нам подсказывает, добрый день, хороший разбор, можно еще брыжейку проксимальной кишки подрезать до сосуда. Ну, вы знаете, я бы вот, Владимир, предостерег вас от отрезания до сосуда, поскольку, если есть натяжение, то лучше пусть это тянет за ткани, чем тянет за сосуды. И, как правило, подрезание до сосуда, ну, оно не дает большого выигрыша, оно дает там небольшой. Поэтому, ну, теоретически, да, возможно, но это не радикальное решение проблемы. Как мне кажется, я не настаиваю. Как всегда. Да, я на самом деле и соглашусь с этим мнением, но тоже не считаю, его радикальным решением. Потому что в некоторых ситуациях можно, когда хорошая сосудистая анатомия, крупнопетлистый тип, вы можете себе позволить рассечь брыжайку, а если крупнопетлистый тип не получится. Смотрите, вот этот шов, да, который завязывает сейчас Дмитрий, он формально загрузает ухо, но вот между швом и самим ухом, вам не кажется, что мы создаем этим швом участок ишемии, мешки? Это риторический вопрос, но мне кажется, что вот эта попытка ушить уши, она иногда может привести к большим проблемам, нежели оставить это ухо в покое. У меня здесь как раз ушивал с целью не ухо убрать, а уменьшить, да, натяжение на анастомоз уменьшить. Да, но видите, получается так, что между швом и ухом, чуть дальше от анастомоза, есть участок, где кишки не так много, что мы теоретически можем ишемизировать. Ишемизировать, да, конечно, конечно, любой шов, он... Этим шаммем нужно быть аккуратным. Ну, коллеги, какие будут еще комментарии, вопросы? Мы видео, в принципе, разобрали практически полностью. Мы не показывали свое видео формирование анастомоза, но я думаю, в этом необходимости нет, а у меня готово, но я думаю, нового мы тут ничего не увидим. Собственно говоря, да, мне тоже так кажется, что здесь... Мы просили по всем этапам, за исключение прочего. Впрочем, я относил там место, где извлекать препарат, какой разрез делать. Я думаю, что это не способ... Ну, для дискуссии это преференция хирурга. Есть фанештиль, есть минилопаротомия, есть косопоперечный доступ, есть поперечный доступ. Ну, кому что больше нравится, тот и делает. Есть масса метаанализов и рандомизированных исследований даже, которые сравнивают эти доступы. По очень небольшим, с очень небольшим отрывом литирует разрез фанештиля, насколько я знаю. Но мне кажется, что это больше вопрос преференции хирурга. Второй вопрос, делать или не делать воздушную пробу. Ну, мы ее делаем, но создается впечатление, что если ее делать неправильно и нагретать слишком много воздуха, то мы этой пробой можем навредить. Тоже такой риторический вопрос. Ну, согласен, да, Арсен? Ставить не ставить дренаж, мы не ставим дренажей в живот после операции на ободочной кишке. Дренировать кишку, ставить для декомпрессии дренаж или не ставить, многие исследования показывают, что это снижает риск несостоятельности. Ну, я в это, честно говоря, не верю. Не верю, не является доказательным аргументом, но мы не ставим. Вот. Если у Арсена Смановича или у Димы есть какие-то комментарии, ну, прокомментируйте. Ну, мы сейчас от дренажей и брюшной полости тоже стараемся отходить, уже ставим, когда есть какие-то, ну, сомнения, и то не в качестве анастомоза, а именно по гемостазу или по выплату. В этой ситуации мы поставили здесь, на следующий день убрали, потому что там минимальное количество отделяемого. А сам анастомоз, через анастомоз мы никакие дренажи не ставим. Ну, я говорю, что есть данные, которые якобы газотводка там на что-то влияет, дренаж тоже, я не считаю это принципиальным, но мы не ставим. Да, извините, отрываюсь, вот Эркин Ашимов пишет. Вот в газотводке я сейчас скажу два слова. Недавно еще одно исследование было из Японии. Ну, вообще, таких исследований много на самом деле. И недавно было еще одно исследование, наверняка, там, колени смотрели, кто интересуется, что таким образом часто несостоятельность удалось снизить, там, две группы сравнили, вот, и за счет фактора декомпрессии там удается, конечно, даже лечить этих пациентов, в некоторых случаях, не формируя стома. Все это, конечно, выглядит очень противоречиво, но, тем не менее, я как-то верю в фактор декомпрессии и использую в своей практике всегда, если я не планирую стомов, если это не полная мезоректомектомия, всегда завожу трубку на пару дней. Даже могу дренаж в живот не поставить при резекции кишки, но... Можно, Арсен, с помощью? Да. Вот вы поставили трубку в задний проход, а как вы достигаете ее невываливания при перекладывании с операционной стороны? Подшиваем. А, вы не сказали тоже. На пару дней, да, подшиваем. Но вы не очень любите своих больных, раз вы шьете там в переномерах. Это при любом анастомозе или при низких анастомозах у вас? Нет. За анастомоз же, да? Это при частичной мезоректомектомии, когда мы не планируем формировать стом. Только в той ситуации. Когда мы формировали стом, мы этого не делаем. За анастомоз заводите, да, получается же, да? Не сама цель завести за анастомоз. Понимаете, иногда бывает анастомоз у вас лег там, например, на 10 сантиметров от края. То есть, повредить трубочкой, если пытаться просохнуть. В этом случае мы просто заводим за анальный канал сантиметра на 5 просто с целью декомпрессии. Все. Первые два дня до восстановления перистальтики. Как только перистальтика восстанавливается, удаляется трубочка, пациент начинает уже самостоятельно ходить. У нас есть несколько вопросов через интернет. Да, давайте. Иркинский, Даша, очень познавательно доступно и понятно. Спасибо, Алексей Михайлович и Арсен Османович. Сколько ни говори, не смотри блестящей выполненной операции, однако лучше раз увидеть вживую. Возможно ли это? Как только ковидные ограничения будут сняты, это возможно. Обращайтесь, в данном случае, к Джонсон и Джонсон. Они формируют группы. Конечно, возможно. Арсен, согласен? Да, безусловно, конечно. Да, и мы всегда это приветствуем. Возможность. Владимир пишет. Хороший отдых, Алексей Михайлович. Как далеко дача? Я чувствую, что где-то рядом. Удачи всем. Ну, сейчас я нахожусь недалеко от Калуги, поэтому, может быть, рядом. Не знаю, Влад, откуда вы. Настя пишет. Добрый день, спасибо за такой мастер-класс. У меня вопрос немного не в тему этой операции. Были ли в вашей практике повреждения верхних брюжеечных сосудов? Как удавалось ушить? Вопрос, конверсия вопрос. Ну, при левосторонней гемиколоктомии у меня не было таких ситуаций. При правосторонней гемиколоктомии теоретически возможно повреждение верхней брюжеечной вены, на меня Бог пока миловал. При ПДРах и прочих операциях, ну, естественно, ну, как ушивать? Ну, сосудистый шов. Это отдельная песня, но в лапароскопии не было. Арсен Асмадович? По поводу верхних брюжеечных сосудов нет. Я хочу сказать, что в моей практике такого не было. Было повреждение или околики. Но это все-таки немножко другое и не настолько все сложно. и там мы клипировали. Было повреждение нижней брюжеечной вены прямо вместо выхода из-под панкреас и была ситуация, когда невозможно было туда положить клипсу. В таком случае мы захватили на зажим и поставили дополнительно два порта. И я просто обшил эту вену таким з-образным швом и затянул. А вот что касается именно верхней брюжеечной вены или артерии, в моей практике Бог миловал, не было. И у меня вот уже мой вопрос. Мы проводили вебинар. Дим, мы пытались ориентироваться на вас. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, только честный ответ, не для Джонса, не для нас, полезно? Вы что-то для себя ухватили? Нет, абсолютно. Это я получил такой вообще индивидуальный урок. Такого опыта у меня не было никогда, чтобы мое видео именно было в таком формате обсуждено. этого всегда хочется. И когда обращаешься к кому-то, ну все говорят, да, пришлите, пришлите. Ну понятно, что кто будет это смотреть. А вот сейчас я безмерно рад, что такая возможность у меня была и мое видео было отомрано для этого. И на этой неделе новое видео у меня появится. И уже прямо поминутно я вот как мы договаривались сделаю, отправлю вам и если будет возможность все это обсудить, буду безмерно рад. И формат вообще вот этого онлайн в общении, конечно, ковид плохо, но вот он открыл новый формат обучения, он очень классный, просто классный. Ну значит не зря мы этим делом занимаемся. Вы если пришлете видео с вопросами, которые я больше чем уверен, появятся уже на другом этапе, мы это сможем обсудить. другим участникам пожалуйста, ребят, присылайте. Ну понятно, что нам нужна поддержка Джонсон, если это будет, то будут дополнительные какие-то мастер-классы организованы, мы постараемся разбирать. Мне кажется достаточно перспективный такой формат. У нас есть еще вопрос, вот Алексей Осипов пишет, спасибо, очень подробное обсуждение, способствует профилактике ошибок на каждом этапе, и Максат интересно, четко, ясно, спасибо. Ну мы рады конечно этим отзывом, я призываю всех, кто нас смотрел сегодня, пожалуйста, присылайте свое видео, поскольку спрос на эти вебинары обеспечиваете вы. Если компания получает от вас запрос на разбор видео, то соответственно компания планирует вебинары. Если мы не смогли заинтересовать участников и нет видео, ну соответственно ответ на вопрос зачем нужны эти вебинары присутствуют. Может быть Арсен Осванович, Дим, может вы скажете Арсен Осванович? Да, соответственно хочу сказать, когда предложение поступило видео отправить, я так, ну как всегда с иронией, ну отправлю, отправлю, все равно не посмотрят, не выберут. Вот, выбрали. И мне приятно, и конечно же потом, когда я вскоре давай пересматривать свои видео, я уже сразу увидел и тут так, и тут криво, и тут косо, думаю, ну все, она придет. неверно, потому что не стесняйтесь отправлять, все смотрится, все отбирается, то есть это никуда не откладывается, там, в архиве не лежит. Сейчас, сейчас один секрет, всем расскажу, один секрет большой. Нам всем супермаркеты подсовывают какие-то там, ну выиграй лотерею, выиграй то, выиграй сё, и мы все к этому скептически относимся, и я скептически. До тех пор, пока в какой-то бульварной газетенке я вдруг не увидел, что один миллион рублей в каком-то супермаркете выиграл лучший друг. Я ему говорю, Дим, это правда? Он говорит, да, сонули какую-то бумажку, я отмахнулся, а потом что-то все миллион выиграл. Поэтому, ребят, берите лотерейные билетики в супермаркетах и отправляйте видео. Миллион у нас не выиграете, а видео запросто. Лен Вячеслав пишет, спасибо огромное, очень полезный урок. Марина Попова, спасибо, доступно, надо продолжать, фирме благодарность. Арсен Смальевич. Ну что же, очень здорово. Мы же знаем, что эта проблема была всегда, и она и сейчас существует. И мы в свое время, когда проходили этапы обучения, точно так же страдали от недостатка просто обратной связи. Вот ее просто не было. Делали что-то там сами, где-то наугад, где-то чего-то, смотрели видео, пересматривали. Можно действительно все упростить. Конечно, пионером всего этого послужил человек, который разработал последовательные методологии, которые мы сейчас демонстрируем. Мы просто расширяем географию. Но Амжат Парваиси это был первый человек, который, по сути дела, разложил это по полочкам. И это понравилось всем. И вы видите, это действительно работает. И сегодня мы тоже, когда говорили об этом видео, мы все время говорили о том, что какие последовательности, когда, как нужно делать. Это реально работает. Алексей Михайлович показал сложных пациентов, и там это тоже работает. Конечно, с определенными другими условиями, но тем не менее все можно сделать. Поэтому, коллеги, безусловно, программа Джонсон и Джонсон запустила хороший проект, очень хороший образовательный проект, и мы всячески готовы поддерживать этот проект и участвовать в нем. И это прекрасная возможность, и мы тоже это понимаем. И очень здорово, что мы помогли сегодня Дмитрию. Нам это действительно очень приятно. Алексей Михайлович очень сильно беспокоится и постоянно об этом задает вопросы. Поверьте, его беспокойство отражает, так сказать, все мысли всех организаторов, мои, его и так далее. Если это дает, а мы стараемся говорить четко, конкретно, без лишней воды, именно на основании каких-то примеров и анализа операции и демонстрации наших, это реально как бы работа над ошибками. И мы готовы работать дальше, поэтому ждем от вас откликов. Присылайте, участвуйте, подключайтесь. С Димой, я думаю, мы еще увидимся, потому что еще видео посмотрим, и это тоже следующий этап. А других товарищей мы тоже ждем, пожалуйста, с распортертым объятием. Александр Сманович, Дим, коллеги, тут еще один вопрос от Павла пришло. Мы уже вроде все закончили, но вот еще один вопрос. Спасибо, Павел спрашивает, можно ли чуть подробнее про прием Алексея Михайловича в попку? Ну, потолкнуть в попку, разные вещи. Давайте попробуем как раз на этом выведем видео. Сейчас. Могли поставить это интригой, кстати. Да, да, да. Что в чем? Что вот мы прокалываемся, видите, не через скрепочный шов, а рядом. Да, да, да. И вот, собственно говоря, сам прием. Вот есть пика, да, которая торчит. И есть анвил. И вот когда мы только наживили, наживили, мы дальше убираем инструмент и вот, как вы видите, толкаем в анвил. И он насаживается. Не надо железякой пытаться изо всех сил засадить. Вот это подталкивание, это и есть этот прием. Ничего сложного здесь нет. Просто заостряем внимание, что не надо с усилием насаживать одну железяку на другую. Надо наживить, а дальше толкнуть. Поскольку ось совпадет, когда вы толкаете, ну, извините, термин попок. Зато как запомнилось сразу, а? Поехали. Продолжение следует...